В нашем социальном эксперименте Если вам интересны подобные задумки и вы хотите поучаствовать в одном из моих видео, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Там, кстати, розыгрыш на 30 тысяч проходит, так что бегом по ссылке в описании. В этот раз участники могли сами выбрать, где появиться. В городе ученых или лагере бандитов. В последний отправились те, кто не был настроен на мирное существование. Воины! Отныне мы викинги. Наша задача подчинить все остальные цивилизации. Не бойтесь отдать свои жизни во имя этой славной миссии, ведь всех нас ждет Вальгала. Наша же славная империя попробует захватить все живое и неживое на этом острове. Были в лагере менее кровожадные участники, но все-таки те, кто хотел созидать, собрались в мирном городе. Уважаемые выжившие, минутку внимания! Мы создаем миротворческую организацию «Зайчики», главной целью которой будет сделать этот остров абсолютно безопасным для жизни. Здесь команда Неверлаки и Станислава. Мы будем строить государство. Я буду его вождем. Наше государство строится на трех основных принципах. Уважение, сила, разум. Поэтому сегодня мы с вами создаем целое государство, и как только откроются ворота, мы дадим ему старт. Очень надеюсь, что у нас все получится, и в свою очередь надеюсь, что вас не подведу. Ура! 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 Несмотря на то, что участники активно объединялись в сообщество, были и те, кого почему-то решительно не принимали. Меня никто не брал в свою команду, поэтому я остался совсем один. Эй, охранники, я хочу с вами. У меня нет друзей, я никого не знаю. Никто не хочет брать меня в команду. Мне придется выживать соло. Возьмите меня в свою команду. Все 300 участников были готовы к началу эксперимента. Команды были укомплектованы, и со всеобщим воодушевлением ворота открылись. Эксперимент начался, и игроки стали наполнять остров жизнью. Участники из лагеря бандитов сразу же разбежались в разных направлениях. Все, империя, империя, держимся вместе, держимся вместе. Побежали резко направо, держимся, путь на О-10, на О-10 держим путь. Команда северян под руководством Ваки держала свой путь в Зиму, чтобы основать там свое поселение. Они хотели взять под контроль два крупных источника МВК на острове, аэропорт и Зиму, в которой было огромное количество металлических камней. Северяне сразу же встали на путь насилия, грабя и уничтожая все, что попадалось им на глаза. Империя Михаэля выбрала тактику ранней агрессии и выдвинулась подчинять себе более слабые цивилизации. В их план входило создание отряда конницы и развитие морского флота. Для достижения этих целей они разделились на две группы, одна из которых должна была раздобыть лошадей, а вторая, соответственно, обзавестись буксиром. Как только все было готово, они выдвинулись искать своих первых жертв. Викинги во главе с Рагнаром Лодброком, а.к.а. Доктор 10 ФПС, в этом эксперименте замышляли коварный план по порабощению всех цивилизаций. Он хотел установить тотальную диктатуру на этом острове, но сначала им нужно было скопить боевую мощь. Поэтому они сразу же взяли под контроль три самых прибыльных РТ в центре карты и просто лутались, не вступая в конфликты. Им даже удалось успеть на первый чину, в котором наверняка лежит какое-то огнестрельное оружие. Тем временем у ребят из города было умиротворяющее, но не менее активное начало. Участники разбежались в разные стороны в поисках лучших условий для жизни. Наша организация «Зайчики» сильно выделялась своим количеством. О, это же наша толпа сейчас бежит через реку. О, господи. Некоторые наши. Офигеть. Нормально. В команде было около 50 человек, и поэтому лучшим для нас решением было заполучить несколько буксиров. Они придадут нам мобильности, сэкономят много ресурсов на постройку, а также дадут возможность избежать набегов всяких варваров. Так, трудолюб, двигай, двигай ко второму буксиру, нам нужно его забрать. Также нам нужно было раздобыть оружие для защиты соплеменников, поэтому часть из нас сразу же отправилась фармить дорогу, а остальные побежали на пор, чтобы первыми занять буксиры. Следующей командой были ребята, которые планировали построить ни много ни мало целое государство. Под предводительством Станислава и Новорлаки они отправились на ближайшее болото, чтобы основать там свое поселение. Место было выбрано не случайно. Во-первых, тут был источник питьевой воды, а во-вторых, лес, который можно было быстро переработать в стройматериалы. Первой преградой на пути у ребят стала внезапная смерть их главного строителя по имени Лилчич. Чувак, соболезный, это конечно ты откис. Да, там некуда было спрятаться, построиться нельзя, все, то есть встреча с милленем смерть. Ну это конечно ебать план сразу, посыпался на одном человеке. Что строить теперь? С земля по ухам. Несмотря на утрату такого ценного кадра, поселение все же удалось основать. В деревне были разные полезные люди. Например, усопшего Чича сразу же проводили в иной мир священник с могильщиком. Ну а генерал Драга выстроил добровольцев в ряд и начал отбирать бойцов в свое первое войско. Эти ребята отвечали за сохранность жителей. И сейчас вы увидите, как благодаря им закончилась жизнь одного из шпионов, который пытался внедриться в их деревню. Ну, как с трудностями справляются большие группы, мы в принципе выяснили. Куда интереснее, как себя чувствовали отшельники, выбравшие путь одиночки. Одним из таких храбрецов или безумцев как раз таки был Держи дверь. Они все куда-то бегут. Вон там чувак вообще уже заряженный. У них всех есть оружие. Так, ладно, нам надо направо, может быть. Я не хочу умирать. Блин, стрёмно как. О! Эксперимент с одной жизнью ударит его участникам непередаваемые эмоции. Аааааа! Уаааа! И если вы хотите испытать это на себе, то крайне рекомендую посетить открытие сервера OneLife с максимально приближенным геймплеем к тому, что вы сейчас видите. А у него есть тоже лук, интересно. У него есть копье. Он будет запущен в пятницу 24 ноября в 16.00 по московскому времени. Обязательно подпишитесь на соцсети проекта по ссылке в описании и подайте свою заявку вайт-лист. Минус 2. Да, ребята, такое бывает. Это раз с одной жизнью. Тут каждый сам за себя. Тут, кстати, никого нету. Вообще никого нету. Все куда-то шайками разбежались. Держи дверь, выбрал весьма приятное и спокойное место на краю карты, где и построил свой дом. Рядом было все необходимое для развития, но, что самое важное, здесь не было крупных цивилизаций. И, к слову о них, участников и поселений еще очень много, и со всеми из них вам только предстоит познакомиться. Поверьте, все они имеют весомое значение в этой неповторимой истории. Тем временем, северяне взяли под контроль весь зимний полуостров, и пройти мимо них было практически невозможно. Давайте прям вот тут строиться, вот здесь прям. Скидывайте резцы нашему строителю, вот дерево на соломенные фундаменты скидывайте. О, кто, кто, кто бежит сюда? Это не наш, это не наш, это не наш. Стой, 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 не бойся, мы не будем тебя убивать. А, ладно, все, стою. Что ты здесь забыл? Гуляю. Гуляешь? А ты знаешь, что это территория охраняемая? Извините, я больше не буду. Пустите, пожалуйста. Давай нам свои ресурсы и спокойно уходи, мы не будем тебя трогать. Все, все, счастливого пути. До свидания. До свидания. К этому времени Империя уже успела обзавестись конями и баржей. Все шло в точном соответствии с их планами. Но, была одна небольшая загвоздка, которая мешала этой команде развиваться. Бери, бери, бери. Да, слушаю. Во-первых, первая новость, мы чуть-чуть отплываем в лето, чтобы у нас люди не сдохли от холода, потому что костры не работают на лодке. Вторая новость, у нас женщина на борту, что прикажете с ней делать? Она очень плохо себя ведет, мы уже готовы произвести казнь. Насколько плохо? Что происходит конкретно? Ну, она тут буянит, она украла у меня одежду, и она что-то по кому-то с луку стреляла и орет очень мерзким голосом. Казнь! Мы уже готовы ее убить. Казнь! Привести казнь в исполнении. А потом вы***ть или сначала вы***ть, потом казнить. Казнить, говно! Коси говно! Где оно? Сусил, вот он стоит. Убить Сусила, приказ генерала-капитана. Убить Сусила, приказ генерала-капитана. Минус женщина. Ребята, ребята, всех поздравляю. Боевой дух поднят. Алло, слушаю. Показнили женщин. Ладно, все, на связи. Избавившись от слабого звена, на рассвете имперцы наткнулись на первых соседей. Проплыть мимо живых людей и не совершить на них набег, это явно не про империю. Проверочный набег, проверочный набег. Гойда! Гойда! Пленных не берем! Внутри хазматчики гасим. Убить хазматчика, где хазматчик? Нормально, не добивать, не добивать! Хазматчика берем в плен. Берем в плен, в плен, берем. Хазматчик, блин, хазматчик, скажи что-то. Всем молчать, всем молчать, я веду переговоры. Хазматчик, Маклайн, Маклайн, твои слова. От этих слов зависит твоя будущее и судьба. Маклайн, бежит, убить Маклайна! Маклайн погиб. Маклайн погиб героем, он не стал с нами сотрудничать. Он погиб, блин, и погиб. Такую огромную команду хищников нужно было чем-то кормить, поэтому заместитель Дрип предложил приостановить кровопролитие и приобщить бойцов к рыбалке. Помимо еды, эта деятельность принесет им немало топлива, которое просто необходимо при передвижении на барже. А также они могли обменять рыбу на полезные ресурсы в рыбачке, собственно, где они и сделали остановку. Спустя некоторое время к ним подбежали незнакомые ребята, которые предложили весьма интересную авантюру, а именно заговор. Смотри, я тебе предлагаю, что мы впишемся в компанию Маджикова, и в один момент, если у вас начнется война, мы его убьем. Как вам это предложение? Маджик, отличная идея, отличная идея, мы поддерживаем. Не подозревая о готовившемся покушении, я спокойно снаряжал зайчиков оружием. Когда все были укомплектованы, встал вопрос, а где брать ресурсы и пропитание? Первое было быстрее добыть в зиме, а вторым я решил запастись впрок, заехав по пути на речку. Подходим к воротам F4 и выдвигаемся на порт. Ребят, сейчас давайте без спама на левую сторону подходим, сейчас все вместе, и нас заберут с буксира. Зайчики неспешно погрузились в буксиры и выплали в зиму навстречу приключениям, даже и не подозревая, что их поджидает впереди. Нам надо ехать просто на речку запасаться едой, иначе мы нафидим. Ладно, выдвигаемся, давай, поехали. А пока мы холодной ночью грели пятки у костра, за нашей баржей следил какой-то отшельник. Блин, у них пайп. Приплаватели. К его удивлению, в таком тихом месте у него вдруг появились соседи. Эй, чувак! Ребята, я мирный, я один. У вас есть друзья? Че такое? Я одинокий ваш сосед. А, а мы эти зайчики. Я вот там живу, а вас много играет? Ну, у нас зайчик, человек 50. Твою мать. Понял. Ладно. А кто ваш предводитель? Магикал. Понял. Пока другие поселения добывали себе пропитание и знакомились с соседями, северяне уже вовсю охраняли свои окрестности. И так как в зиме было сконцентрировано огромное количество МВК, эту территорию им было от кого охранять. Ох, я вижу их. Да, я слышь, Дань. Собираю инфу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Остановку. Все, я... Остановку. данья схватил 1 можешь подходить до не схватил 1 он сейчас на лошади у едет бегут 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 убегать 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 дал сбочки фуна тя голому или очень плохо так они уходят они боятся они боятся парник нужно дожимать нет давай давай дерево дерево забираем их тут двое дал фуна тякать утрое трое аккуратно дал еще полнотяк там плохо дал еще хит еще хит дал тут чем на 1 хп дал кит ваха его команда перехватил инициативу в свои руки и все что им оставалось это гнать врагов страхи дал я просто уезжаю на лошади я живу-живу-живу гоним гоним команда гоним они уходят они уходят кто на конях догоняем догоняем ему очень плохо у него 50 хп даже меньше еще хит дал по-черному еще оттычку дал еще голова давай 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 мадишка у нас нету ошейника поэтому счастливого тебе пути уходим уходим свою честь отстояли с поля битвы уходим кто к нам с мечом придет отмечая погибли уничтожив целую группу участников северяне изрядно подпортили свою репутацию и к слову о ней в этот раз если игрок первым нападает или убивает кого-то он теряет очки репутации а вместе с этим меняется его статус после так сказать перехода на темную сторону он больше не может посещать мирный город но что самое важное на доске розыска за его голову объявляется награда которую готовы заплатить ученые для поддержания порядка на острове как вы понимаете после неоднократных убийств безоружных репутация северян сильно упала и возможно кто-то уже взял заказ на их убийство по пути в зиму зайчики добрались до речки где уже успела обосноваться поселение фермеров они планировали засадить всю эту поляну своими лучшими ростками и больше никогда не нуждаться в еде их девиз это мир и процветание мы этот девиз разделяем и не желаем никому зла а поэтому просто решили вежливо попросить у них часть продовольствия так ребята мы с миром мы с миром мы пришли за едой нас много поэтому сопротивление пожалуйста не оказывать будьте благоразумны ребята ребята простите нас много много ртов все хотят кушать 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 ребята клоны не руи ним нам доктор бежит все на буксир все на буксир с аэропорта доктор бежит мы тебя да 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 ребята все наши на буксир не знаю откуда поступила такая информация но рисковать жизнями жителей было рано поэтому мы как можно скорее отплыли в зиму добравшись зайчики получили инструменты и выдвинулись изучать полуостров на берегу маленький он огромный дом на столе артур ты не пойдешь разговаривать да какие координаты е12 огромная домина е12 на 15 точно так ребята аккуратно близко не подходим здорово это кто какая команда ребят пока вака здравствуйте где вака вака просил вака просил передать что он скоро придет на переговоры отлично ждем наши типы по острову не трогать к сожалению прождав немало времени ваку мы так и не встретили вместо этого мы принялись исследовать местность и слутывать все редтауны возвращаясь назад на баржу мы нашли наш первый огнестрел который нам обязательно пригодится тем временем расчетливые хладнокровные викинги развивались неимоверной скоростью к этому моменту они были почти полностью готовы к реализации своего плана по порабощению всех цивилизаций но как они собираются достичь таких амбициозных целей все просто в первую очередь нужно найти цивилизацию окружить их базу вышками с лучниками не давать им развиваться затем главу цивилизации нужно вызвать на переговоры и как бы им не хотелось но рано или поздно они будут вынуждены на них пойти финальный шаг плана это ультиматум когда лидер выйдет на переговоры его поставят перед сложным выбором смерть либо надеть ошейник и платить дань викингам ежечасно вероятно инстинкт самосохранения возьмет верх и лидеры будут исправно платить дань особенно хорошо эта схема должна сработать с ютюберами погнали сейчас короче в сторону реки на п3 найдем там какие-то дома еще наберем еды кстати о ютюберах более скромные планы но тоже с пленением участников были у работорговца по имени кисик он и его команда планировали отлавливать одиноких странников сажать их в клетку а после продавать их за нужные им ресурсы или использовать как рабочую силу а стоять стоять так так не остановись и какой денег я кисик я кисик я кисик ты либо стоишь либо стоишь либо мы просто поговорим официально это самый первый раб на этом острове на этом работорговцы не остановились и принялись отлавливать новых жертв ваня жми жми все ваня давай дорубай мне попал еще дал по жопе парни все остановился парни все хватит хватит все стой не добиваем не добиваем раздеваем не допивать все ты наш раб что происходит я и я и так с доктором бегала о чем раб да а мне клетку в клетку а кого-то им даже отлавливать не приходилось и жертвы сами шли к ним прямо в руки пацаны ошибка а вон сидят артики мои а вот они сидят оседлась изучение ты откуда ах ты крыша завел меня в ловушку синдрис синдрис а ну-ка и на секундочку подойди пожалуйста иногда в клетке работорговцев попадали не просто одинокие странники но и участники других команд могу мужики я вообще состою в фракции доктора я щас ну позвоню ему и он приедет вашу шайку то есть но разгонят давай выводи давай давай вот реально не надо да не надо да не надо извините да извините все реально сейчас угол в угол стал в угол сети все и 10 минут он стоить нормально жизнь деревни тем временем кипела на полную возводили здание фермеры выращивали еду и одним словом тут царило процветание как вдруг кто-то заразился вирусом я заразился началась стандартная паника все принялись бегать не понимая как справиться с этим недугом но уже через мгновение лидер деревни станислав сообразил что нужно делать и направил заболевшего на карантин простите по-братски нормально у нас все хорошо заболевшие вставайте на фундаменты обозначенные соломенные здесь за домом и подходи все я я не болею я ушел хорош хорош брат не подходи по-братски стой вот на фундаменте сейчас еды тебе дадим он кормил его с некоторой дистанции благодаря этому все общей эпидемии удалось избежать правда во время этого процесса станислав и священник подхватили эту заразу но к счастью перенесли ее без всяких проблем тем самым спася жизни многих соплеменников после такого сюрприза с вирусом у деревни начались проблемы с продовольствием их вызвался решить на верлаке оседлав свою лошадь он поскакал на ближайшую речку я на лошади быстренько до верхнего угла карты доскакать и собрать еды если там реку никто не слутал дальнюю пока артем занимался вопросом пропитание ветеран раста мотивировал своих викингов буквально в паре квадратов от деревни его мотивационные речи заставляли забыть что такое страх и смерть отчего его войска становилось только опаснее что мои викинги вы все с оружием настрой боевой мы не боимся смерти нас ждет вальгала пацаны после смерти вальгала понимаете там бесконечные шприцы бесконечное оружие просто патроны типа бесконечно и так получилось что первой целью викингов стала деревня изучаем болото так пацаны всем стать пацаны первая наша вылазка нападаем на болото все за мной целая армия бесстрашных воинов двинулась на ничего не подозревающих мирных поселенцев они не сломя голову преследуя лишь одну цель поработить ой и тихо нападение 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 все внутрь аккуратно 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 положили муки свои слушайте меня кто у вас главный что у вас главный сейчас все сбахнете тут у меня самые креди пацаны ты первый тут сдохнешь убивать их всех последний шанс у тебя еще на переговоры готов к переговорам или нет слышишь ты сбавляешь свой тон и только потом мы с тобой разговариваем ты меня понял спускайте главного сюда даю свое слово мы его не убьем я здесь отведи людей я выйду отведи людей я выйду отведи людей я выйду отведи людей я выйду я на провокации на прямые приказы не откликаюсь но я хочу и готов с вами поговорить поэтому если ты готов к диалогу я выйду люди останутся здесь они тебя не тронут выходи из дома наху вы рейдите у вас переговоры главное пока типа не вышел нету типа никаких переговоров я выйду мне нужна гарантия безопасности ты не умрешь я тебе типа клянусь своей честью хорошо давай я пойду на этот риск я пойду на этот риск останавливай останавливай я вышел на переговоры остановите все физические воздействия иди за мной иди за мной всем убрать оружие нет я не буду отходить от своего дома я не буду я без оружия стою у своего дома я вышел под твоё обязательство чести и пожалуйста пусть меня не облепляют твои люди я разговаривать вышел с тобой у меня для тебя есть интересное предложение уберите оружие из рук стой на месте ты не умрешь ты не умрешь ты не умрешь стой убивать 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 побивайте убивать убивайте убивайте вот этих убиваете варлоき убивайте трофитрик меня ног тролли поднять 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 не цель поднимай я вас не Private я убил я мёрз станислав погиб да да станислав умер смерть лидера станислава никак не повлияла решение ветерана раста и он продолжил оккупировать деревню давай 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 ты чё орешь не работать пытаюсь да ты погляди сюда это где так это на нашем новом проекте cobalt lab если ты решил перемотать то я бы советовал этого не делать мы с командой уже полгода корящимся не для того чтобы ты это просто пролистнул собственно вы наверняка видели рекламы всяких сайтов где вас уверяют что вы можете это мягко говоря неправда и на мой взгляд откровенный скам ведь у них нет никакой проверки на честность у нас же есть cobalt lab мы построили на блокчейне чтобы сделать его максимально прозрачным и честным дабы каждый желающий мог самостоятельно удостовериться в том что на результат игры невозможно повлиять на сайте есть аж 5 игровых режимов мины край ты колесо из бандитки а также майн батл с крейд батлом где вам предстоит сражаться с другими игроками ну и конечно специально для вас у меня есть небольшой презент введя вот сюда мой реферальный код magic of вы получите бонусный баллик и именной крейд от меня в подарок а если хочется больше халявы то в дискорде cobalt lab прямо сейчас проходит розыгрыш суммы в тысячу долларов переходи по ссылке в закрепленном комментарии и выигрывай также мы разработали лучшую бонусную систему играя на cobalt lab ты гарантированно будешь получать награды по мере игры ты фармишь опыт и твой уровень прокачивается за что ты получаешь ценные призы и это далеко не все от 30 минутный дневной недельные месячный бонусы а и календарь еще но если вдруг у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы то на сайте в соцсетях работают сотрудники техподдержки которые будут рады вам помочь заходи на наш проект cobalt lab по ссылке в закрепленном комментарии и не забывай вводить мой реферальный код мэджикоу чтобы слутать бонусный крейт и халявный балик мужики как долго я к этому шел но мы продолжаем смерть лидера станислава никак не повлияла на решение ветерана раста и он продолжил оккупировать деревню у вас есть последний шанс на переговоры ваш главный не умрет если он уже типа умер выбирайте следующего типа главного артём 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 я не знаю что делать нет я не в городе я далеко уехал я в пустыне я ближе к бандитке ребят я могу выйти я могу выходи из дома выходи из дома ты не умрет на переговор отставить отставить пошли за мной застрой нас тут типа в квадрат так мы с тобой остались один на один ты у них старший нет я просто от народа вышел нам нужно чтобы вышел вас старший это очень важно я могу прямо сейчас в течение пяти минут провести выборы хорошо если вы перестанете долбить 1441 в 14 по 50 мы начинаем типа рэйд а если у нас не возобновляются переговоры устраивать 1350 хорошо жители в срочном порядке произвели выборы их нового предводителя им стал главнокомандующий их армии генерал драго я один из главных командующих на поля пошли за мной генерал драго есть тебе следующее как быть его предложение ты либо прям сейчас умираешь либо ты надеваешь мой как бы этот пошейник на себя и потом мы разговариваем умирать я не хочу ошейник тебе подходит да артём да я сейчас в коробке с этим с доктором он мне говорит одевать на шейник драго ты делай выбор сам ну это твоя жизнь чувак я не буду тебе говорить что делать решай сам но ты за инфу спасибо если надевать ошейник и слушаться никиту если ты готов то я не буду тебя отговаривать что ты здесь был генералом но генерал но но не забывай что жизнь те одна чувак тоже да чтобы те не говорили но это всего одна твоя жизнь да и клятву на то то что ты не будешь трогать наше поселение я типа клянусь что ваши люди не будут и пострадать от моих случае почему мы эти подожди к быть мы придем вам на помощь хорошо хорошо 9 итак следующее условие прошу тебя внимательно меня выслушать сколько вас играет примерно 40 человек может быть уже меньше из ваших людей никто не умрет вас мы больше не будем потрогать всю игру все что мы будем потребовать от вас это 2 мвк и 20 скрапа за каждого жителя вашего типа поселения типа раз в два часа то устраивает и я снимаю с тебя ошейник середине завтрашнего типа дня хорошо удачи через два часа увидимся я не знаю что мне делать я я потерян я в 1 на коне моей деревне пиздец остался убили уже чич сдох на старте что-то пошло тяжело сегодня прям тяжело не знаю как быть рабов на острове становилось все больше а всеобщая ситуация постепенно накалялась но те кто живет жестокостью были этому только рады люди 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 привет 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 люди 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 привет привет ли кого убить парня я хочу вилку опробовать покажите кого можно убить что у тебя есть парни 250 скрапы или 50 давай 250 скрапы я вот этого забиваю сейчас захожу туда ну давай давайте того кто остался давайте того кто остался ребят нет 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 легенда еще 250 скрапы не надо пожалуйста я тебе ресурс давал тебе ресурс давал две меня ладно 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 все стоит стоит да ты куплен и куплен и остановись у фишинга ты мне в лесу забрал все давай почти к тебе а я помню да ну так подожди подожди то есть ты попал к нам мы тебя отпустили теперь ты попал к ним вот это у тебя жизнь конечно интересы да надевай шейник на пив себе раба северяне вернулись домой а в это время там как раз таки добывали ресурсы зайчики кто-то из команды ваки увидел припаркованную баржу о чем незамедлительно доложил своему командиру действия не заставили себя ждать прямо сейчас выдвигаемся на операцию артура магикова выходим из дома заканчивайте фотосессию заканчивайте стройку дома поехали я уже бегу сверху да 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 оружие складываем нам раб нам раб нужен я поговорю с ним я поговорю с ним стойте 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 так дружище добрый день вонючек добрый день как поживаете ой ресурсов на фарм или ванечка а вань подожди ты же нашей команде хотел бы чё за бред ты как тут оказался резко 36 я рассказал вам чьей ты команде кто у тебя главарь так чисто как подсос у магикова игра подожди относительно рапор мило стоп 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 ты можешь их заколить пускай они возвращаются и тебя выкупают мы не будем тебя убивать и нам тоже особо не нужен за выкуп мы тебя спокойно отдаем же ваня ваня такое дело понимаешь вот это хорошо главный атрибут главный атрибут встань в угол вот сюда присаживайся давай так 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 отставить оставить оставить лишь не просто так то есть не будет выкопа надо чтобы вы пришли поговорить не пришли поговорить мы можем вот через тебя поговорить это андреа у свакой они не будут на андреа у свакой я же говорю собачку локом мы же договорились быть серия был приедь пожалуйста сейчас подожди подожди мы сейчас мы я щас крафчу телефоны и наберу ему окей бросать члены команды в беде явно не входило в наши планы поэтому мы приступили к переговорам здравствуйте вас приветствует артур организация зайчики собственно зачем нашего нашего человека в рабство взяли тут такое дело знаете он ваш зайчик напрыгнул на нашу территорию одной ногой вот и попал так сказать в капкан зайчик так я понял то есть это какое-то объявление войны с вашей стороны происходит сейчас зайчик напрыгнул что такого он же не стрелял ни в кого не убивал он потоптал наш урожай ваш зайчик он посорвал наши тыквы понимаете зайчик он совсем не было табличек не было табличек что вход воспрещен так но слушайте слушайте и вы не в том положении собственно с позиции силы разговаривать понимаете ваш зайчик сейчас у меня находится мы хотим небольшой выкуп за вашего зайчика мы его тут кормим одеваем обуваем ну он уже на принес извинения понимаете но нас интересует что-то материальное за этого зайчика знаете он как бы нам тоже особо не нужен поэтому 35 мвк такая символическая сумма за зайчика за потоптанный урожай так хорошо давайте договоримся на 35 мвк и вы нас прикроете в случае чего на фарме в зиме но прикройте в том плане что вы и так являетесь буферкой от внешнего мира фактически мы там по фармам и можем вам кэшбэк еще отсыпать как вариант так вот это я не понял сейчас не понял не понял нас есть условия вполне понятные 5 процентов с фарма нашего и вы нам даете нормально фармить и защищайте нас от набегов каких-то хорошо зайчик прямо сейчас вот стоит в клетке как бы ждет освобождение можете приходить вас трогать никто не будет хорошо мы придем на придем все до связи у меня же из трупа еще забрали 60 мвк на 60 мвк забрали так важная информация поступила что вы у зайчика забрали 60 мвк и выходить еще выкуп за него какой-то это уже перебор по моему вы нормально из него и так получили джуз лично я сниму ничего не забирал но тут смотри какая ситуация то что мы забрали мы тут сейчас ведем другого как бы заключенного понимаешь еще одного поймали это твой кстати чернильный мешок или нет пока я вел переговоры мне доложили что рядом падает airdrop в нем могут выпасть невероятно редкие вещи такие как огнестрельное оружие металлическая броня такое событие никак нельзя было пропустить поэтому разговор пришлось немного отложить чувак сейчас мы тебе наберем нашу пожалуйста человечка сохраняйте в это в жизнеспособности я еще наберу сейчас тут внезапно мы выдвинулись в сторону аирдропа в надежде что успеем на него первыми гора со стрелом да домик со стрелом есть нету лута нету лута окей разворот разворот они не 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 вот эти типы могут забрать у них дроп оружие у них дроп оружие мне кажется будет так что они нам ну конечно у нас вон они строятся на 70 на там три роде подойдем ребята спокойно спокойно я с оружием не не стреляем не стреляем не стреляем спокойно спокойно так мужчина вариант такой или берданку скидывайте или скрабс мвк у вас ошибка тут 40 человек приходит парни все спасибо мужик на спойте скраб а шесть краб weiter не 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 старина стана стоять 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 убегая скидывай или мвк или берданку давай ну не берданку пусть кидает берданку поиски вам да берданку куда берданку я вижу чувак не хочет тебя убивать очень очень не хочешь пока мы отвоёвывали дроп северяне продолжали пленить новых ни в чем не повинных игроков вот сюда иди подходи сюда вставай так заходи быстрее заходи там к заварушку началась пока там еще один на еще один вакам и идем идем так 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 дошел до меня слушал ой 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 а кто это такой красивый а что вы здесь забыли честно думал что вы можете мэйты а тогда сейчас стой я тебе даю гарантию что ты не умрешь не будешь убегать ты не умрешь да 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 хорошо хорошо а 600 жира я полюбаю залетный поднимаем поднимаем пойдем сразу за мной об к так заходите 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 какой тему я побыл с михаэлем а ты с михаэлем да я предлагаю допросить его допросить его на спасите михаэль живет обязательно я скажу скажу все что знаю выводим выводим его на выход каким-то образом игроки из разных команд отбивались от своих племен либо это были просто заблудшие души либо неудачные шпионы но итог один их пленят господа и его допросить мне звоночек мне звоночек его допросить сейчас я всех опрошу всех допрошу и наберу тебе а ванька напомни где у тебя было шестьдесят мвк во мне еще или до руба у меня забрали он же у меня наполовину сломан я шестьдесят мвк на фарма там ну ты прям в этом сейчас уверен ну слушай да уточнил все вопросики значит пообщался с нужными так сказать людьми да и вправду у него было 60 мвк но символические 10 заплатить все же придется ладно нормально нормально мы придем нам нужно в зиме забрать ваньку за 10 мвк нам надо снарядиться всей нашей пачкой и пойти давить все-таки количеством чтобы по крайней мере психологически они понимали что мы не вам же она и переговоры прошли успешно так мужики мужички все готовы выходить на пор двигаем на харбор на верхней мы были против насилия но если оно понадобится для всеобщей безопасности мы применим силу исход переговоров был неясен поэтому на всякий случай мы взяли заказ на убийство ваке он имел статус маньяка и был официально объявлен в розыск а за его голову висела награда аж в 200 мвк но не забывайте что помимо северян самой опасной воинствующей цивилизации оставалась империя они тем временем наткнулись на болотных жителей находившихся недалеко от фермеров ребята с болота были небольшим поселением без определенных целей но чем-то они михаэля зацепили возможно просто своим существованием у нас дом у нас дом на болоте срочно сюда срочно команду сюда нам нужно мочитами вооружаться чтобы долбить эти две деревянные дома пока есть возможно тут смертная казнь смертной казнь напасть напасть и уничтожить на нас на падение срочно срочно нужно высадка 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 десант санкции прямо здесь на болоте прямо здесь на болоте два дома все все коси говно сары на кичку война на болотах прямо над нами сверху сюда 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 болотные жители не оказывали никакого сопротивления а вот фермеры только что напали на воинов империи что вызвало незамедлительную реакцию нам сейчас в спину зайду ребята резкий разворот резкий разворот обратно и на берегу на берегу церковушку на берегу церковушку выносить быстрее воин империи Я подстраиваюсь, ребят, я подстраиваюсь Нет, 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 дарьми,아й, дерево, срочно включите ГОА倍! ГОАИДАААААА ГОАИДААААААААА Это вы на крыше,стают железу Все, надо вниз, надо вниз Более красавви Убейте,убей,убе Убили,убили,биеус Ребята вниз,вниз быстрее,рашим,рушим вниз рашим вниз,рашим вниз Такое древнерусское междометие Гойда! Афатевича, призыв к немедленному действию! Как же нам сейчас не хватает таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, Гойда! Долой, старый мир, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Гойда! Нише! Гойда! Гойда, братья и сестры! Гойда, братья и сестры! Гойда! Ребята, братья и сестры! Ребята, вот этот, надо найти где шкаф, надо найти где шкаф, срочно! Империя накинулась на фермеров, как саранча, снося любые преграды перед собой за секунды. Фермеры уже отчаялись и не знали, что делать, казалось, что им ничего не поможет. Как вдруг... Блин! Я, мирот! Я, мирот! В воле случая, один из имперских воинов заразился вирусом, который вмиг распространился по рядом стоящим товарищам. Быстрее, 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 быстрее спасаться! Обратно на буксир, отход, отход! На их стороне славянские боги! Срочное вступление! Перун, Перун предал нас! берете каждый по стаку еды берите на одного человека один стак на человека стак не погубите своих собратьев все расходимся подойдите тем кто рогает не подходите тем кто рогает идите на буксир на держи еду на меня рогаешь кстати костры быстрее я тоже за вас рыгать начал куда костер просто сюда не подходите ко мне я тоже заражен кто не заражен дом кто не заражен дом аккуратно и рыбачить старайтесь рыбачить для нас жарить еду ребята я готовлю я готовлю я готовлю еды у меня полно еды у меня полно еды я могу сделать нужно еще костры нужно еще костры осторожно ребята не подходите не подходите только к нам и мы остались кто-то плевывает немалые запасы еды от рыболовческой деятельности позволили империи пережить эту эпидемию хоть они потеряли трех бойцов от этой напасти зато им удалось быстро вернуться к осаде фермеры пытались договориться но попытки были тщетны имперцев интересовало лишь полное уничтожение судьба этих бедолаг была уже предрешена ведь противостоять такому огромному войску было просто невозможно одна сачель устранила сразу 7 имперцев при помощи киянки один из фермеров перевернул стенку с горящей на ней взрывчаткой это просто гениально фермерам удалось нанести сокрушающий удар империи ребята уже начали радоваться как вдруг выяснилось что это была лишь малая часть тех войск что осаждало их такой мув только разозлил имперцев и они принялись новой силой выстукивать дом фермеров он хочет сразу застроить он хочет сразу застроить ребята вниз вниз десант вниз десант нужен вниз надо спускаться вниз послушайте надо вниз спускаться по любому готовьтесь готовьтесь когда у потолка оставалось буквально пару хп все затаили дыхание вы это видите фермеры заготовили ловушку на которой попались имперцы во главе со своим предводителем михаэлем я даже не представляю как можно выбраться из такой патовой ситуации империя явно недооценила этих мирных ребят все решится прямо сейчас и вновь император михаэль допустил фатальную ошибку он был слишком самоуверен и поплатился за это скоропостижной кончиной после такого поворота событий империя отступила а тела павших воинов фермеры пустили на удобрение грозная армия была разбита теми кто не держал своих руках ничего тяжелее семечки после этой битвы заместитель дрип забрал власть свои руки но в скором времени его постигла еще более печальная участь ночью он бежал по лесу и раздавал приказы своим воинам как вдруг встретился с медведем один на один и не смог выжить в этой схватке империя после этого рассыпалась а ее бывшие участники разбежались по миру в поисках пристанища приходилось скрывать свое происхождение так как весь остров был настроен к ним крайне недружелюбно все что осталось от некогда могущественной империи это одинокий буксир печально качающийся на волнах там укрылся последний из имперцев а назвал он его но и в ковчег все это время в рабстве у северян находился имперец который отчаянно пытался связаться со своими ведь это могло спасти ему жизнь я скажу скажу все что знаю так значит рассказывай что и как где вообще обитаю значит команда михаэля я вам сейчас расскажу мы заставнились и побежали сразу порт взяли там буксир и а буксире двигали все время и сейчас буксир стоит недалеко отсюда на на г-16 плюс минус ф-16 плюс там плюс минус там там короче на дом более типов у нас нет нет базы я понял а с кем с кем михаэль сколько вас вообще человек о том да там человек 30 наверно они все дикие они больные на голову они кричат гольда и вот так налетают на дома в целом понятно что можешь еще интересного рассказать про вообще просто про михаэля какие у него планы можно на самом деле они ничего не могут на самом деле они вообще бесполезные на и просто они просто подбегают к домам и вот так долбит их копьями это не такие жестко я просто хочу мирно жить я не нужны никакие проблемы я пытался сначала попасть к доктору на меня на или там всех род и подожди а ты специально связи состоишь с михаэлем и по состою я сейчас у меня замучен стоит номер номер есть его номер пусть он говорит номер если они хотят выкупить например тебя я попробую сейчас спросить номер давай 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 ну чё там как там они мне отвечают мужики не отвечают ну ладно пойдем пока в камеру имперцу удалось связаться со своей командой но новости которые ему сообщили были крайне печальные я так накурился может я не вам неправильные цифры сказал у тебя есть ровно минуту чтобы дать нам правильные цифры вот я стою здесь я делаю все что могу я клянусь делаю все что могу секунду но ты просто должен понимать что у вас тут уже трое ты нам как бы особо не нужен за ваньку скоро придет выкупа вот с этим мы сейчас тоже поговорим я пишу им каждую секунду миллион сообщений они все да михаэль умер новый 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 предводитель у них михаэль умер тогда ступай своей дорогой спасибо друзья правда парня магиков умер смысле это правда я как он понял сказать как он все это мне тоже можно разступать это меня пожалуйста зачем он хотел на скирки он на скирки хотел убить кстати вак ну это потому что как бы умер предводитель понимаете он нам тоже особо не нужен зачем он нам нужен трой стоп это кто такой вообще мастурбит ты кто такой а кому ты обманываешь а кого ты решил обмануть и думаешь мы такие олухи здесь или что ты знаешь что бывает за проникновение в команду ты знаешь что бывает за это можно пробовать пожалуйста убивать не может мне его убить нет не подожди подожди а ты зачем пытался к нам проникнуть из команды михаэля до свидания с каждым часом глава северян становился все кровожаднее и беспощаднее а команда зайчиков тем временем как раз таки держала свой путь зиму радиоактивный дождь ребята пиво это пиво это пиво строить есть у кого-то building план стройте 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 срочно давайте 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 радиоактивный дождь это природный катаклизм который может наступить абсолютно в любой момент если укрыться под каким-нибудь навесом то он не опасен но если не успеть то вас будет ждать учить как этого зайчика о май гад нет но алло да тут такая информация дошла в общем то что вот вонечек да сидит у нас зайчик и еще чернильный мешок тоже ваш оказывается вы мне набрали почему-то что он не ваш что делаем что делаем с ним со вторым что решаем ну давай мы сейчас придем и обсудим что мы делаем с ними радиоактивный дождь радиоактивный дождь чувак ты понимаешь мы не можем передвигаться отдел хазик и побежал чувак у нас 40 человек нас ребята на на очко сел он такой 40 40 человек дождь прошел все выходим выходим так а почему в команде артура 40 человек и собственно говоря сейчас они сюда придут нормально нормально быть а муж подми может как-то ты сейчас пойдешь уведешь типа зэков куда-то на прогулочку после дождя радиоактивного а я подминирую жестко хуй когда рабов увели на прогулку северяне построили небольшую беседку для так называемых переговоров где естественно был заготовлен подарок который по нажатию всего одной кнопки мог полностью уничтожить всю верхушку зайчиков это очень жестко чути это очень жестко это очень это очень жестко две баржи показались на горизонте зайчики прибыли в зиму паркуемся спиной что можно было уплыть артур ты будешь делать то что запланировал может быть зависит от того как пройдут переговоры ой-ой-ой это сколько вы посмотрите на это домой 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 я переговариваю с арт с артуром господа обе команды достали оружие и были на готове в любой момент начать перестрелку если вдруг их лидеры не договорятся так ребята возможно он заложил сишку поэтому нам нужно сейчас максимально с его встретиться встреча будет на нашей территории вот здесь вот на холме подходим сюда господа подходим сюда добрый день добрый день как-то вы не православно поступаете молодой человек почему-то двух людей забрали отняли 60 мвк еще требуйте с нас еще мвк как-то это но несправедливо что мы же договорились по телефону то что мы у них забрали это мы выбили сами это я сделал вам скидочку еще 10 мвк зарабатываешь понимаешь хорошо 10 мвк новый двух рабов отдаете нам нет я действием акаде почему 60 мвк вы так забрали 10 это я понимаю это не может так считаться ну да мы забрали но мы его убили на это это исключительно с барской руки просто чтобы наши отношения сделать хорошими это как-то очень странно так даниил давайте без резких движений так сказать но все-таки это справедливо будет на мой взгляд вот и вылезли в очереди я предлагаю для начала присесть пойдем нет 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 закрой рот пойдемте присядем мы там специально на это вы сейчас ошейник надену чего ты там блядь мы же череп пробить на андрюх андрюх ты не ты не говоришь с ничего подожди мы договорились на встречу номер ну навстречу вот не нам про мир никто не говорил вообще переговоры они могут пройти по-разному в зависимости ты понимаешь если череп на тихо 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 зубы и опи опи погоди сишку вариант гранату в них закинуть их бьют тем более обращение с ними не очень пойдем пойдем посмотрим кто их бьет посмотрим да кто вас бьет вас подожди сначала вот это зацените вот да короче меня это слышишь меня твой тип пришел следоруба раза четыре ударил в ногу но он неадекватный какой-то него к но это другой разговор уже не подождите начнем с того что мы кормили мы их стабильно кормил собственно я я не хочу с позиции силы никаким ультиматумы выдвигать я хочу нормального человеческого общения понимаешь подожди стой да я скажу одно слово да я скажу одно слово пускай все твои кенты уйдут с этой ху там под костром сишка она сделана для того чтобы если вы начнете нас ху я знаю это было очевидно андреа я я понимаю чувак в общем ультиматум следующий или мы забираем за 10 мвк наших типов это же с доброй воли вообще в принципе в этот момент мне казалось что вака ведет себя максимально странно и затевает что-то подлое мои нервы потихоньку начали сдавать и вдруг у меня в голове прозвучал голос одного из зайчиков вот кстати артур надо надо делать план кого делать что ты делаешь что ты делаешь а что ты делаешь что-то происходит не убивать не убивать не убивать защищать защищать могу защищать ваку уметь и в чё такое защищать защищать ваку защищать все Лидер северян Вака был настолько ошарашен происходящим, что даже не понял, что его взяли в рабство и погиб от шальной стрелы одного из своих бойцов. Выбить с пацанами. Свои же убили пиццы. Да не надо же, рабов труп. Идем ломать сетку. Отойдите от сетки. Фундамент, дайте ему фундамент выголдить. Но переговоры прошли, конечно, не очень успешно, ребят. Не, на самом деле, он начал переговоры со слов «Пойдемте, сядем вот туда». Да, «Пойдемте, сядем вот туда». Это вообще было... Согласен, это была вообще конченная с его стороны тоже история. А, крышу мы заняли, да? Да, крышу наша. Не, ну мы бандиты, на самом деле, ребят. Мы вообще не миролюбивые какие-то. Я убиваю их локти! Зайчики. Зайчики в деле. Забираем своих и уходим, ребят. Нам здесь делать больше нечего. Ура! Выходим, выходим. Уходим, парни, команда, все-все-все отходим. Все домой. С крыши уходим, ребята, все. На баржу, на баржу. К сожалению, из северянных предводитель Вака погиб. В перестрелке его случайным образом застрелили свои же воины. Хотя в мои планы не входила его смерть. Я хотел поступить с ним так же, как и он поступил с моими людьми. А именно, надеть на него ошейник и посадить в клетку. Но судьба распорядилась иначе. Мы оставили тело, чтобы северяне с достоинством похоронили своего лидера. Сегодня мы потеряли двух самых важных людей. Поэтому давайте с ними простимся. Ладно, всех с окончания похорон. Разойдись. Ура! Работать! Что было дальше с северянами, остается только догадываться. По острову ходили слухи, что после потери лидера, они распались ровно так же, как и империя. Другое дело, деревня. Несмотря на смерть Станислава, жители все равно старались действовать сообща. После нападения викингов, в нее вернулся Новорлаки. И новый лидер деревни Драга поведал ему о том, что случилось. Узнав о произошедшем, он поскакал в город, куда, по слухам, как раз таки и направлялись викинги. Он хотел обсудить возможное решение их конфликта. Господа, требую аудиенции у Никиты. Жду его в городе. Это вы, Никита. Это мой с Никитой. Опа, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Как ваши делишки? У меня теперь вопрос, какого мой генерал в ошейнике, я не понимаю. Так вышло. Как так получилось? Мы воинственные викинги. Ваша деревня будет выплачивать 60 МВК и 600 скраб раз в 2 часа. Да у нас столько нет. Ну можно на фарме, чувак. Это по 2 за человека. Это же немного. Да у нас люди... Это невероятная оплата. У нас люди все в дизморали. Генерала нет. Фармить некому. Он фармотрядами руководил. Он есть. Он есть. Он же в ошейнике. Его нет. А где он? Все. Нет, его не уважают. Он в ошейнике. Ты его репутацию уничтожила. Да почему? Он же старший. Они говорят, что генерал должен был умереть. Генерал, который остался в жиг в ошейнике, это больше не генерал. У него тяжелая судьба, конечно. Фарма нет. Короче, если ваши люди не будут нам выплачивать дань обговоренную, то они все умрут. Я сразу предупреждаю. То есть вариантов на какое-то мирное урегулирование этого конфликта, который ты создал... 600 скраба раз в 2 часа, и все окей. Никто, типа, не умрет. Ты клялся, что лидер деревни будет жив. Да. Он смело вышел на переговоры. И не пошел. И теперь он мертв. Нет, чувак. Он вышел и начал убегать, что-то там, типа, забегать, как бы, это, типа, домой. Не желал, типа, на самом деле, вести, как бы, эти, типа, переговоры. Я дал свое слово. Я дал слово чести, что он выживет, чувак. Понимаешь? Да, так они в ошейниках теперь. Но настоящий лидер деревни, он лучше умрет, чем будет в ошейнике. Потому что, ну, быть в ошейнике, быть своим рабом. Не-не-не. Для него не вариант. Он лучше жизнь свою отдаст. Ты слово своего не держал. Наша деревня это знает. Мы тебе не верим. Понимаешь? Я сдержал свое слово. Типа, голова, типа, деревни, умер, типа, потому что запаниковал. Нет, он умер, потому что... Ну, он умер. Это не важно. Ты обещал ему жизнь, он мертв. Ты ему жизнь обещал, он мертв, Никит. Результат один. Ты нарушил клятву. Условий не было. Это неправда. Это правда. Это правда. Ладно, Артем, я пошел по своим этим, типа, делам. Если твоя, как бы, типа, деревня не будет выплачивать, типа, дань, то у него будут проблемы. Мы тебя с говном сожрем, понял? Так, ладно, блин, мы сейчас пойдем нахуй садим вашу, типа, деревню и жизни вам нахуй не дадим, ты меня понял, блин? Ну, извиняйся, нахуй, сука. Нет. Ну, все, хорошо, все, хорошо, чувак. Последний шанс только будет, типа, передумать. Ты не сдержал клятву. Он запаниковал, запаниковал и убежал. Позор, позор. Все, хорошо, блин, там. Готовьте деревню. Пацаны, пацаны, нам пиздать. Переговоры прошли неудачно, бегите, бегите все, кто может. Я видел его армию, пацаны, у него Джаггер сет, он бессмертный. Драган, ну я соболезную, я не знаю, что тебе сказать. Я не могу тебя спасти, у меня нет ресурсов, чтобы тебя спасти. Я понимаю. Платить никто не готов, а я даже не лидер, парни. Я не хочу управлять деревней, я сразу говорил. Я отдал должность другому лидеру, его убили, к сожалению. Я не хочу вас вести, я не хочу это организовывать, поэтому я не знаю, что делать, если честно. Растерян ровно так же, как и вы. Если вы нападете на Никиту, у Никиты не будет времени доставать пейджер и бить тебя током. Так что ты сможешь принять участие в этой миссии. В целом, на кону твоя жизнь, чувак. Если ты его убьешь, то ты сможешь жить. Я, ребят, не пойду с вами, я все решил, я не хочу умирать. Не то, чтобы я не верю в вас, но просто я, вы вполне можете убить Никиту. Но это не моя идеология была. Я хотел просто помочь, ребят. Я чем мог, я помог. Извините, пожалуйста, мои полномочия здесь закончились. Ребят, я ухожу в соло-плавание. Если кто-то из лидеров здесь решит объединиться, создать деревню, ну, дайте мне знать, я с вами буду на связи и в мирных отношениях всегда. Но здесь наши пути расходятся, ребят. Я очень жаль, что так получилось. Они в скором времени сойдутся. Как говорится, все там будем, брат. Увидимся. Увидимся, брат. Увидимся. Давайте, мужики. Я сейчас заплачу, блять. Все, я не буду затягиваться с этим прощанием, я ухожу, мужики. Я надеюсь, еще встретимся. Отныне Неверлаки в одиночном скитании. Генерал Драга сообщил это жителям деревни, после чего в ней начался полный хаос. Пошло бурное обсуждение того, что лучше делать. Кто-то голосовал за то, что стоит платить викингам дань, а кто-то предлагал пожертвовать жизнью нового лидера. Драга осознал, что надев ошейник, он растерял авторитет, поэтому тоже решил покинуть деревню, чтобы отвлечь внимание викингов на себя. Череда неудач и трудностей сильно разбила моральный дух деревни. Несмотря на это, они выбрали нового лидера, кем стал игрок под именем Совсем Утка. Ребята собрали остатки своих пожитков и покинули нынешнее место обитания, в надежде, что викинги их больше не найдут. Но основать новую деревню без строителя, лидера и охраны было крайне тяжело. Бывший генерал Драга, его товарищ Бык и еще несколько жителей случайно наткнулись на зайчиков. Они были приняты с условием, что если дойдут до конца, но мест в бункере не хватит, то пожертвуют свои жизни. Кто-то также ушел в скитание в поисках лучшей жизни. Однако из всех жителей деревни один отличился больше остальных. Он настолько разочаровался в происходящих событиях, что просто не смог больше сдерживать эту злость и обиду. Слишком много происшествий за последнее время. Слишком много людей погибло у нас на руках. Слишком много горя мы приносим друг другу. Устал. Еще шаг, и это все закончится. Опасный мир этого эксперимента мог нанести удар откуда угодно, поэтому одинокие странники старались путешествовать по ночам. Ведь именно в это время куда сложнее наткнуться на других обитателей этого острова. Но не в этот раз. Кондиционер? Артем невезучий? Да, это я. Здорово, Артем невезучий. Страшно. Страшно. Я уже так напрягся. Я уже напрягся на... Я уже ревик достал, блядь. Я так... Ой, блядь. Ну, че, как тебя судьба сюда занесла? Тут вообще кайф, я тебе говорю. И тут еще типы пробегали. Еще баржа приплывала прямо к моему дому. И бегало около моего дома человек 20, ну, прикинь. Хорошо, что я дома сидел. Вообще такая жесть. Просто баржа. Баржа просто приплыла. И просто выбежала. Орава какая-то, понял? Я сначала думал, может их взорвать. У меня две сачели было. Блядь, Никитос, короче, просто в мою деревню выебал. Просто пришел. Ну, меня не было. Я в соло на другом конце карты был. Я фармил. Он там пришел, убил лидера. Генерал в плену, блядь. Вот. Требует какие-то бабки. Ну, я двух типов фул убил, короче. Ну, вообще насмерть. Ты ж... Тип, как я... Я просто проверял, как все работает. Да-ка, слушай, я еще хотел спросить. Вот если я вылечусь с эксперимента, что мне делать дальше? Чувак, ну, очевидно. Надо пойти на MagicRust. Там вайпы. Два раза в неделю по пятницам и понедельникам в 14.00. О! А когда я залететь могу? Чувак, да я же говорю. В пятницу и понедельник в 14.00. Любое время. Сервера на любой вкус. Их там доху... В импери подходящие, залетай. А, спасибо. А еще 24-го числа, 24-го ноября, то бишь, будет распродажа на всех серверах. Черная пятница. Так, какие скидки? Че, блин? Да, еще 24-го ноября нам, как раз, пройдет Черная пятница. Скидки до 90%. Такое вообще только раз в год бывает. Так что закупишься на халяву нормально там. Слушай, вообще заманчиво звучит. Мы вот с Кавой как раз сейчас вот, ну, типа там, собираемся записывать. И мы пойдем на ваш проект, чтобы поиграть с оффлайн-снайперами. Скажем, что это мы с Кавой, чтобы нам вообще не давали проходу. Офигенный день. Скинь айпишник. Да, чувак, они в описании есть. Твою мать, зачем скидывать? Приятной игры вам с Кавой. Ладно, я пошел камень добывать. Да, 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 давай. Мне надо улучшить. Ну, мы справились. Судьба свела двух одиноких странников на Варлаке и держи дверь вместе. Общим решением они объединились в команду отшельников и поселились в одном уютном доме на краю карты. Тем временем, один из рабов Кисика, который грозился позвать свою команду, реально доложил главе викингов, что он находится в плену и нуждается в помощи. Мужики, я вообще состою в фракции доктора. Я сейчас, ну, позвоню ему, и он приедет в вашу шайку, то есть, ну, разгонит. Так, парни, первая операция, мало типа кровью, выполнена. Всех с этим поздравляю. Ура! Нам согласились выплачивать 60 типа МВК и 600 скрапа каждые два часа. Так что мы будем взимать типа эту дань. А сейчас мы идем к дому типа Кисику и то же самое, как бы это типа, типа, проворачиваем. Все готовы? На Кисика! За наших братьев из Истер! Ничего не подозревающие роботорговцы разбирались со своими подчиненными, и как вдруг из-за горы показался конь. Хазань, хазань. Можно тебе вопрос задать? Ребят, смотри! Ребята, выходите! Смотри, смотри, смотри! Бляд! Из дома просто бедите! Заводи нас за все, Сэф-бой! Сметь! Сметь военный солнце! Не стрелять, не стрелять, блядь! Мужики, выбрать стрип, помогите нам, выбрать стрип, помогите нам, выбрать стрип, Никита, что началось? Переговоры! Я требую переговоров! Хи***ть! Одному роботорговцу удалось сбежать, и он наблюдал за этим нашествием издалека. Пацаны, сишку кидайте под себя, я не знаю, вы в доме? Переговоры, Никита, Никита! Так, спокойно. Так, Никита, все, 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 все. Да-да-да, я здесь. Заходи, поговорим. Нет, чувак, типа, переговоры... Нет, идем. Ну заходи. Нет, пошли за мной. Последний шанс, чувак, тебе на переговоры. Идем за мной. Да кого ты мне угрожаешь? Ты че, блядь, удумал? Все, всем, типа, убрать по оружию. Застройте нас. Так, Исик, у тебя есть два варианта. Либо сейчас одеваешь мой этот, типа, шейник, либо умираешь. Не, ни хуя, Никита, я не пойду твоим рабом. Я, блядь, работорговец настоящий. Ты рабом моим, типа, не будешь, чувак. Ты не будешь моим, типа, рабом, чувак. Я главный барыга на этом районе. Я могу тебе продать сам рабов. Хочешь, я тебе продам рабов? Нет, чувак. Не, 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 чувак. У тебя есть два, типа, варианта. Ты либо сейчас, типа, умираешь, либо одеваешься, по-моему, типа, шейник. А потом я тебе, как бы, типа, рассказываю. Не, я не буду одевать его на шейник. Ну, типа, тогда ты просто, типа, умрешь, чувак. Я с тобой пошел на переговоры, а не чтобы ты мне угрожал. Ты сказал, типа, тебя никто не тронет. Значит, ты меня тоже не тронешь. Или ты переобуваешься. Тебя никто не тронет. Ну все, я спокойно уйду домой. Если ты примесь, мы правильно решим. Я не принимаю твое решение. Нет. Одевай ошейник, чувак. Ты можешь выжить, если ты, типа, оденешь ошейник. Нет, нет, ты мне не говорил никакие условия до этого. Ты сказал, если ты отойдешь, ты будешь жить. Я отошел, я буду жить, или ты пиздбол. Все? Старина, ты будешь жить, если ты оденешь ошейник. Я с тебя, типа, потом, типа, сниму. Нет, ты уже переобуваешься. Хорошо. Я тебе тогда объясняю заранее, в качестве исключения, что я буду, типа, делать. Сколько вас играет сейчас? Четверо. Четверо, типа, хорошо. Мы отшельники, мы просто четвером играем. Я буду взымать. Один умер на строе. Под 3 МВК за каждого вашего, типа, человека, типа, каждый час. Вот. И в конце, типа, ивента, перед, типа, бункером я тебе дам код от твоего, типа, ошейника, и ты его, типа, сможешь снять. Или ты умираешь. Не, меня такие условия не устраивают. Вы просто идете своей дорогой, а мы занимаемся своими делами. Тогда ты умрешь, кисек. Тогда ты не сдержал слово, тогда ты не сдержал слово. Нет, ты бы выжил, если бы одел, типа, ошейник, чувак. Ребята, всем окружить нашу, эту, окружите все нашу, типа, застройку, пацаны. Ты будешь себе поддевать, как бы, это, типа, ошейник? Не, Никита, я сказал, я не буду надевать ошейник. Ты, ты сказал, если ты отойдешь. О, какой же ты, блядь. У меня, Никита. Стоп, стоп, стоп. Ничего не делать, ничего не делать. Стрелять от него, стрелять от него. О, они меня убьют, они меня убьют. Они меня убьют, они меня убьют. Они меня убьют. 5 хп, открой дверь, пожалуйста. Открой дверь, открой дверь. Закрывай, закрывай, закрывай. Сишка, 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 аккуратно. Сишка, сишка. Охраняйте дверь. Положи, положи его. Хорошо, пусть лежит, типа, где он? Да мы в рапсе, да мы в рапсе, мы в рапсе. Орите, типа, где он, где он, типа, лежит? Мы в рапсе, мы в рапсе. поможем поможем так пацаны короче два варианта слышите меня борис с вами если они на меня одевают ошейник мы выживаем они уходят а потом же будет варик тебя выкупить ну типа мы будем за не платить до конца вайпу не не я пытался он куриный вообще просто куриный фрик и попробуй типа на его условиях я такие условия сейчас не был часа разговаривал горит отойди типа мы будем жить заперся со мной в квадрате делом в к гир и горит ты либо одеваешь на шейник либо те пиздец я говорю ты же сказал что я буду жить и он говорит не либо ты одеваешь на шейник либо будешь жить минутой начинает мне просто параху ебать борис меня спали с учетом уже почти сломали нам глава работорговцев кисик стоял пред сложнейшим выбором ему и в голову не могло прийти что когда-то он и сам может оказаться рабом ну соглашайся тогда но это лучше чем смерть что было бы было рабовладельцем стал рабом нормально я мы потом что-нибудь придумаем но там вообще без вариантов у вас крыша просто муравейник там я не знаю пацаны мы вам жизни не дадим у вас есть по один шанс переговоры все стоять все ладно стоп стоп все кисик выходи из дома все все не все отставить отставить рейд отставить рейд отставлять своих собак пацаны не хотят хату терять они готовы пожертвовать мной все кисик пошли со мной 10 типа мбк 100 типа скрапа в час чего тебе устраивает ну давай если можно я бы тут знаешь скалаша бы зажал по этой толпе мне вот сишкой надо было как-то по грамотному сработать надо было значит что я думал я уже не борис надо было ее положить в куст и взять пульт дождаться когда они подойдут и просто ебнуть их всех так пацаны все в город там нужно перегруппироваться сейчас так ну неплохо уже двоих вот эту сишку надо было как-то грамотно просто по-грязному надо было прямо и и заложить куда-то давайте нафармим закупим когда не следующий раз придут заложим ее в кусты подведем их и просто убьем их и на пусть с ними умрем быть так ребята надо еще таких вот налоги вламывать побольше вообще не проблем тогда сейчас идем всем стаком выносим еще двух-трех сквадов и начинаем собирать по налоге все готовы помимо уже известных вам поселений на острове было еще много интересного например такое общество как коммунисты они поселились достаточно далеко от остальных цивилизаций но в крайне плодородном месте каждый член их социума старался принести наибольшую пользу для своего народа у них не было каких-то обязанностей и царило самоуправление а жители занимались тем в чем были действительно хороши кто-то добывал дерево кто-то делал вылазки в поисках скрапа улучшал базу но и главным козырем был товарищ бугимэн который вовсю занимался фермой с ее помощью планировалось полностью закрыть вопрос продовольствия но куда важнее наварить целебного чая который должен будет помочь им даже в самых трудных моментах битвы в бункере коммунисты вели достаточно миролюбивый образ жизни избегали конфликтов и не вступали войны но избежать болезни и катаклизмов им не удалось а потому они постепенно несли потери но товарищи сегодня мы с вами потеряли самых лучших бойцов они были отцами основателями коммунизма но к сожалению несправедливый мир забрал у нас мы отдаем им честь и я надеюсь что наших сердцах эти имена останутся навсегда с большим удовольствием больше ни одного из вас не похоронил и буду надеяться что вот таким составом мы дойдем завтра до бункера и попытаемся урвать себе место под солнцем коммунизм коммунизм слава коммунизм ура ура так все в дом нужно обсуждать важные дела и к сожалению смерть товарищей это не единственная их беда кто вас главный по вас главный кто вас главный могилы не оскверняем цены отойдите блин ну чё делать санны отойдите но не оскверняйте не не оскверняйте от могилы отойдите от могилы чуваки вы чё зачем мы сломали могилы но приветствую приветствую тишина тишина всем убрать оружие из рук тишина кто-то доктор кто тут у вас переговоры пошли со мной так сколько вас играет нас играет где-то примерно от 10 до 15 человек кто-то вышел там покушать и так далее хорошо смотри чем мы сейчас занимаемся мы как бы типа занимаемся налога обложением если ты не соглашаешься сейчас типа ношение умираешь но мы согласны давай хорошо у нас тот час ресурсов нет то есть я понял мы придем очередь сейчас пару часов давай в 17 в 17 00 по мск как ты можешь заметить я у тебя ничего не взял мы типа придем залутом только через часик и даже случай моей типа смерти ты не сможешь узнать как бы это по пароль освоить по шейнику потому что он у меня как бы эти похорониться на бумажке они на пульте добро 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 20 20 мвк и и 200 краб если не ошибаюсь так да все правильно все хочешь все удачно эти погреть парни так сколько нас ребят считаем 1 2 3 бандитов тупо завербовали пока в центре карты происходили разные набеги где-то у моря отшельники строили свои планы они устали добывать ресурсы самостоятельно и решили обзавестись безвозмездными помощниками в ошейниках иди сюда быстрее смотри мало мари мы ловим раба и вот так делаем заходи дорогой смотри а потом так делаем просто и мы из дома говоришь иди дерево нам на фарме он просто и он обратно садится иди сюда иди сюда иди сюда быстрее пока отшельники развлекаются с передовыми растерскими технологиями я предлагаю вам познакомиться с еще одним поселением возможно некоторые из вас помнят легендарных хранителей из прошлого видео в этой команде были те самые два парня которые похоронили всех своих друзей и несмотря на то что враг колоссально превосходил их количеством они достойно сражались бункере до последней капли крови как вы уже поняли в этот раз они вновь оказались на эксперименте хранители построили весьма незаурядный дом напротив склада а по соседству с ними обитал священник в деревянной церквушке периодически они даже заглядывали к нему на службу в своей базе хранители постарались добиться полной автономии обзаведясь сборниками воды и фермой в принципе все у них складывалось весьма неплохо пока если что время вышло я жду ответа короче ладно короче ладно сними пожалуйста себя броню и типа кофту я тебя повалю ничего не буду типа забирать и одену шейник так 20 нука 200 скрапов в час все хорошо договорились ну все мы вас типа не трогаем я тебя отпускаю удачной игры через час 2 придем успехов сколько вас тут поживет пацаны один ладно ходим хоть викинги были своеобразными разбойниками но даже у них были свои принципы церковь и священника например они трогать не стали известнейший бандит острова по кличке борода посмел убить одного из викингов чем обрек себя и остальных бородачей на верную смерть кто в теремочке живет кто-то из дома так подождите всех дома и стягиваемся к этому ребят это артур это артур не успели викинги на них напасть как на расстоянии 200 метров они заметили огромную команду а доктора доктора спалили на 170 на 170 квадрат ай-11 на горе под лэпом пачка доктора сколько человек 8 все под сферу ребят 10 человек 10 15 они на нас идут ребят сферу сферу занимаем сферу занимаем не стоп не идут они стоят разглядывали не их много их много их человек 20 человек 20 на сколько он их ставит он оставил патроны сейчас походу будет пиздилка не стреляем не вообще сидим тут не тянете получивающие пацаны как вам идея повоевать с магикового что-то подбывает жестко стойте ребят стойте 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 стягиваемся всех дому ждем пока типа большая часть залезет на сферу ребят их много у нас умрет очень надо их ослабить потому что потом они станут но мы сами эти послабились понимаешь так они сами по себе послабиться чё отступим может быть не сговариваясь обе команды приняли коллективное решение что схватки им сейчас ни к чему зайчики отступили а викинги продолжили мстить бородачам за гибели хвойна у кого слабые сеты залезайте на лэв у кого норм типа с этой участвуйте в рейде последний шанс откупиться сколько у вас мвк пусть выходит типа один ваш типа чел с 30 типа процентами типа всего типа цену что у вас есть если я вам не поверю то мы вас подарить оружие типа есть броня давайте по оружию так пешка сколько у них это нормально пешку основе так 75 мвк и пешка в целом хватит все мы уходим пацаны удачи пацаны ну вот мы сейчас короче соберем всю дань чуваки что у нас была и будем уже строить по деревне потихонечку сейчас мы идем в город потом всю дань потом строим деревню викинги натворили столько дел по всему острову что просто не осталось ни одной команды которая не хотела бы уничтожить столь могущественного врага все в свои руки решили взять коммунисты они начали обзванивать все команды и собирать восстание чтобы объединиться и противостоять всеобщему злу и у них это отлично получалось ведь как говорится враг моего врага мой друг команды объединялись одна за одной но больше всего негодовали работорговцы а все потому что их бизнес потихоньку начал разваливаться сами понимаете ну как можно продавать рабов когда ты фактически один из них единственное в чем кисик видел смысл так это вместе ради этого он даже решил наградить свободой своих пленных готовы работать всем конечно нет я сейчас хочу просто их обоих вот об этом я просто теряю очень долго и сик мы за тебя особенно его вот эта шайка ему 5 косарей дерево отдал давайте короче расклад какой мы должны будем отомстить поэтому я думаю вы тоже стали небольшой жертвой я не буду использовать ваши ошейники вы не конечно рабы но теперь вы относительно свободные рабы которые могут заниматься тем чем хотите можете придать нас и просто уйти можете помочь добыть чего-то и приносить нам все нужен скраб нужен металл нужен камень викинги в это время уже скакали к рабовладельцам чтобы собрать них дань но по пути наткнулись на работорговца бориса и решили нарушить договора неприкосновенности увидя огромную награду за его убийство они просто не могли удержаться стоять на месте стоять на месте убивайте он меня убивают доктор докторовский все ли все на тебе они на дороге у них помпы они на меня заказали вот тогда им дать платила они меня прикол как смешно ебать вы че парни но окей договорились это был мой единственный тиммейт если что но вы нам посланы да это был мой единственный тиммейт на меня просто полпала не трогайте кистика я понимаю мы это обсуждали мы я до этого вам это сказал ладно пошли короче остатки рез подам мылеваем кисик ваще в тильте плане команда работорговцев была почти уничтожена и полностью подавлена все что от нее осталось это лидер кисик который уже не видел смысла продолжать участие в этом безжалостном эксперименте а потому решил просто сдаться и отдать все свое имущество викингом то я ничего не буду врачу в ребятам мадай ну типа никита забирайте мы сейчас все равно ли меня я след я последний никита можно ведь мы пошли тебя заберу тогда резких нашли тебя заберу резки стены покройте там еще есть на ванисе пацаны стоп всем стоп все же есть почему у вас кисик но все оказалось совсем иначе кисик собственноручные в одиночку не уничтожил главу викингов втеревшись к нему в доверие после чего обманным путем подорвался вместе с ним на заранее заложенный c4 это просто невероятный поворот событий что же будет дальше со всеми плененными командами и самими викингами ух это было очень некрасиво ты просто просто такой красавчик они зря тебя убили просто зря ух это было вы не сможете ответить я не смогу увидеть вашу реакцию спасибо всем за игру это будет классно я немного пригорел потому что я постоянно топил за то чтобы эти пасишки в игре типа не было на меня сейчас не отбили вот такая вот ирония интересная фокус был со мной как бы этот бог типа бок всегда он знает что нужно для победы он вас приведет к бункеру и вы его выиграете я это знаю но сейчас я лучшим из миров я в ольгале поэтому пацаны заводина за все отца слава тору неподалеку от этих событий находились зайчики которые услышали взрыв c4 до них дошла информация что это было убийство ветерана раста а значит пора было действовать пока викинги были разбиты и без лидера на них нужно было нападать кого-то вынесло сишки четверых троих 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 четверых да смотри а не троих было 160 стало 157 троих это жестко алло да слушаю д7 окей мы выходим мы выходим мы в бане сетах по нам не стрелять ребят короче на g7 добивают остатки тимы доктора предлагаю подключиться на дороге прямо на дороге рано 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 не убивать не убивать не убивать не убивать все магиков магиков знаешь что я тебе скажу перед смертью протяжки вовсе нет я это ящик и но с тем что я не могу я не могу сомневаться я кинуть на атаку я это у меня сегодня доктору я викинг после смерти а не могу к этому а не боюсь умереть не убивать не убивать не убивать Ребята, мы приближаемся на самом деле к нашей цели. Нам осталось немного. В принципе, я думаю, что мы наибольшая сила сейчас на этом сервере. Потеряв своего лидера, викинги полностью растерялись и не смогли дать нормальный отпор. Во время нападения многие из них погибли, но большинству удалось сбежать. Несколько воинов мы взяли в плен. Но они остались преданы своим ценностям и команде, а поэтому решили, что лучше отправятся в Вальгалу, чем будут у нас в рабстве. Выглядело так, что три самых грозных цивилизации, империя, северяне и викинги, были разбиты. В связи с этим, я во главе зайчиков решил установить на этом острове новые порядки, а именно объявить мирное время, в течение которого было запрещено совершать какие-либо насильственные действия. Участники могли вести спокойную жизнь и заниматься тем, что им заблагорассудится, не беспокоясь ни о чем. Но, правда, эти порядки подчинялись другим законам. Законом природы. Цеполина, рыбачка, бинокль. Это... боты. Не-не-не-не-не, я имею в виду, они в воде ходят, по-моему, вода поднимается, чувак. Вода поднимается? Да, вода поднимается, по-любому. Погоди, а почему эта вода вообще поднимается? Потоп. Ты видишь такой? Потоп, чувак, чувак. Линия какая-то. Наводнение началось? Да, наводнение началось, ребят. Стройте веток, стройте выше. Первая барзовая, ты киданула двух типов просто. Да ладно, не может быть. Не, они за ними возвращаются. Ребят, есть ткани, кладь? Углубая МВК, мои. Давайте, брыбачка, все бородами. Карпан, карпан. Поднимается еще, слышишь? Еще поднимается, ну да. Ёшкин ход. Ладно, смотри, смотри вот на эту березку, вот на эту, видишь? Вот за ней следи. Вот за той, вот кончик, видишь, торчит вон там? Вот следи, если кончик сейчас утонет, то мы будем паниковать. А пока еще и рано. Да не, у нас лютая хэгэ, я тебе говорю, лютая, лютая хэгэ. Раз не затопит, я тебе говорю. Такие обстоятельства позволили армии зайчиков беспрепятственно перемещаться по всему острову. Ведь они единственные, кто по-прежнему жил на барже. Правее, 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 правее. Давайте подождем, давайте подождем, пока вода поднимется. Давайте подождем, пока вода поднимется. Аккуратно, левее, левее, левее. На моем дерево, нафиг, застряли. Сейчас, на зарод, на зарод, сейчас. Левее, левее, поехали. Аккуратно, остановочка, остановочка. Все, все, все. Кстати, уже затапливает НПЦ город, ребят. Да, 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 быстрее. Ребят, МВК-шка нужна, МВК-шка нужна срочно. В срочном порядке МВК-шка нужна. А тут ТНК нету. НПЗ затоплено. Пивная ситуация на самом деле сейчас. Ой-ой-ой, ну тут уже попахивает, слышишь? Подтапливает уже так, нормально. Я вот в окошечко смотрю, у нас озеро красивое получилось. О, ну да, ситуация выглядит не очень хорошо. Не очень хороша выглядит ситуация. Да, ебанно. Ебанно тут вообще уже, чувак, ты говорил, не доберется вода. Она уже здесь, она уже тут просто. Да не-не-не-не-не-не, все, это борода. Посмотри. Не останавливается, да, вода? А может, подожди, надо что-то дома взять? Так похавать, возьми, похавать и воду попить. Похавать и воду попить. Чувак, давай, ты долго не думай. Шприцы, похавочку достаем отсюда. Все-все, пиздак, пиздак, пиздак. Надо выходить, ебанно, твою мать. Давай быстрее, быстрее. Не хочу утонуть здесь, в доме. Все, это Габелла. Все, это Габелла. Ха-ха-ха. Не, ну смотри, в принципе, раб бы не умер, если бы сидел там, смотри. А если бы он сейчас был, это был бы очень мемный. О, мы домом пользуемся, чувак. Ну все. Прикинь. Просто хожу здесь спокойно. Ох, нихрена там народу, слышишь. А, так он один против толпы, отстреливается. Он сейчас поедет по лэпам. Его там жестко прижимают с той стороны, он в сторону лэпов херачит. Их двое. Их двое. А один вон плывет слева. А, реально, блядь, один из биноклью посмотрю, чувак. А у меня тип здесь. У меня здесь тип, идти радио. За мной бежит, за мной бежит. Давай убивать его. Я думал, он не один, он не один, он не один должен быть. Да он один. Один? Блядь, ты его срезал. Дробь бог для нашего раба. Все, я побежал отсюда. Пожалуйста, убегаем, там болт, он идет за нами справа, я тебе клянусь. Реально? Я тебе отвечаю. Блядь, это мог быть потенциально раб, да. Может быть рабом, но он умер. Не, ну ты ж знал, что он умер с одного из стрела. Произошел, так скажем, просто инцидент. Наводнение также угрожало поселению коммунистов. Их основным способом передвижения были лошади, которых нужно было спасать в срочном порядке. Потоп, внимание, парни, потоп. Да, да, да. Мы высоко, достаточно. Мы очень-очень высоко, да, я бы не переживал. Думаете? Ну окей, лошадей на всякий случай выгоним, если он будет подниматься, лут соберем быстренько из глядщика. Да, просто в себя, пока. Слушайте, слушайте, но у нас вышка высокая. Давайте просто на вышку на самый лучшем поставим. Память, парни, В4 почти затопило, мы можем не уйти уже на лошадях. Вывозим лошадей тогда. Уезжаем. Ферма работает до конца, все остальные по срёбам. Слушайте, но мне кажется немного, что мы не уплывём уже. Да, есть такое подозрение. А почему не уплывём? Она ещё выше поднимается. Потому что минус лошади. Ну, поклянец. Не, парни, извините, мы на такой высоте. Остановилась. Остановилась. Да ну, прикиньте. Парни, кто купаться? Кто купаться? Какая жесть. Парни, вы не прыгаете в воду. Есть вероятность, что нельзя будет выползти из неё. Ну, я поплавал в нору вроде. Ты жив? Я чуть не разбился. Ну, парни, такой большой плюс, что вы теперь не умрёте. Вас тупо бы никто не убьёт. Да, на самом деле, я никогда не понимал, зачем нам вот эта огромная башня. Но теперь я рад, что её сделали. Огласив на острове мирное время, зайчики принялись избавляться от нежелательных личностей. Глава бородачей по прозвищу Борода – один из кровожаднейших бандитов, на счету которого больше всего убийств. Жители острова неоднократно жаловались на его агрессию в мирное время. В связи с этим, именно за его головой мы и направились, предварительно взяв на него заказ. И пока мы плыви за Бородой, нам поступил звонок от хранителей, которые хотели рассказать нам что-то очень важное. Алло. Добрый день, да. Собственно, мне как-то звонили по другому номеру, конечно, зайчики, вот. Это хранители, это что? У нас до их типов убили люди, и я знаю, ник одного из них – это Борода. Прямо сейчас он находится в нашей сфере, собственно, с этой командой. Ага, Борода убила одного из вас? Да, да. Мы идем за ним. Не одного, двух. Мы идем за ним, волнуйтесь. Все, до свидания. Благодарю, благодарю. Ребят, смотрите, мы высаживаемся сейчас, а кто-то увозит Боржу. Но Борода был не единственным, на кого взяли заказ на убийство. Викинги хотели отомстить за своих павших товарищей, а потому были нацелены убить предводителя зайчиков, а именно меня. В это время они уже со всех ног неслись в нашу сторону. Магиков, 100 метров, магиков. Магиков, 100 метров. Сейчас будет... За магову! Ребят, все. Атаку! Вот от него, до него, до него, до него. И мы должны это сделать. За арду! За викингов! За арду! За викингов! За доктора! Брата налево! Брата налево! Парни, на лошадях, на лошадях 10 типов сзади. Артур, 10 типов. 10 типов? Я вижу, вижу, вижу. Спину, спину, придется драться. Началась эпичнейшая битва среди двух крупнейших цивилизаций. В ходе которой должны были решиться их судьбы. Давай, 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 давай! За Вальгалу! За доктора! За Вальгалу! Опа! У нас хаешки летят. Так, 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 так! Ловим ябушку за доктора. На лошади белой скинуться, лох-эпэ. Теперь он за бесед, и должны умереть! За Вальгалу! За Вальгалу! За Тора! Да за какую вальгалу? Ой, патроны кончились. Пока. Ебан! Ребята, я погиб. Это ладно. Сомневайся. Викинги один за одним убивали зайчиков, загоняя их в тупик. Их работа явно была более слажена и продумана. Они в лесу, они в лесу. Их на человек 10, аккуратно. Все в лес, все в лес, ребят. Аккуратненько. Вот этого джимать, вот этого джимать с пам-пом. Давай, давай, давай. Много дал. Убивайте, убивайте. Убивайте. убивать убивать парня нас нас очень мало у них есть шпильцы у нас их нету просто физически не вывезем давай 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 да чувак можешь прекратить орать давай 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 вот это в итоге все закончилось небольшими потерями среди викингов и достаточно серьезным ударом по численности зайчиков аж целых семь зайцев отдали свои жизни в этой битве уцелевшая часть нашей команды вернулась на баржи для реабилитации ребят ребят минуту внимания у нас есть а то есть ваш ящик о убивает съемки вот он убивать меня меня не надо меня убивают я лёши лёшки вы меня идите вы меня и ребят как выяснилось позже это был один из тех самых имперцев что в самом начале строили заговор против меня он втерся в доверие чтобы в самый неожиданный неподходящий момент нанести сокрушающий удар по мне и моей команде и к слову у него это почти получилось тем временем команда викингов отдыхала в мирном городе после битвы там их тоже привлекла награда за убийство бороды и несмотря на все произошедшие события у викингов по-прежнему было очень много пленных лидеров команд по всему острову один из которых хранитель по имени ксуяр как раз таки повстречался им внутри города борода ваще жизнь а ну патрон покупает автомата таком броне у него фул и и наши не наши хранители и у него еще отшельник и у из-за него 200 мвк дают а ну-ка полоте есть возьми пульт про чек и все даже прошу заказ на него возьмите заказ на что он выйдет из города и празднула так как викинги уже не собирались следовать своему изначальному планам по порабощению всего острова то со своими пленниками они не церемонились особенно когда за них была объявлена награда такая же участь ждала и всеми известного главу бородачей они выследили догнали бегущего из города бороду беспощадно расправившись ним в то время как чьи-то жизни затухали отшельники лишь открывали первую страницу своей истории бегая по острову они наткнулись на беззащитную жертву которую решили починить себе без какого-либо насилия лишь при помощи обмана о смотри смотри что это за человек робот чего голый а только зашел тебе лесу нужны пойдем дадим мы сейчас один дом хотим не у нас есть дом один пустой мы можем тебя дать давай лучше квадрате скажем и ты сам туда придешь мы тебя дадим дом на простого не нужен будет давай мы тебя там будем ждать е8 а вот он бежит здорово вот твой дом залезай давай заходи 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 у меня нет друзей тебе друзья не нужны твой друг это топорик и кирка зашел он нахуй в конце первого дня я ставлю компьютерную станцию и начинаю снимать лютейший контент 1 2 3 1 2 3 7 7 7 что ты делаешь я сажусь за компьютерный столик я снимаю ванечку на дрон слушая ты на ю тубе раз смотришь вообще кого смотришь ниверлаки всяких держи дверей такой себе у тебя вкус конечно тема как у нас дома заячьи одежды ёпт мать ты чё ты чё ты чё гонишь это с того типа которого заехали его одежда мы убили чувак никто не знает но мы сейчас заработать мы буквально один момент ты встань пожалуйста к стене повернись спиной чтобы не видеть того что сейчас будет и главное если станет больно не переживаем ничего страшного мы тебе не сделаем просто доверься хорошо вот смотри пойдем сюда вот сюда компонентики скрабы мвк засовываешь вот тебе топорик шляпа у тебя уже на голове и поверь другой у тебя не будет в этом вайфе шляпы кроме этой ты смотрел джанго освобожденный смотри завтра ты вполне сможешь быть освобожденным потому что нам нужна будет помощь все будет также только наоборот если ресурсов не будет то будет джанго мертвый еще вон там дробок за домом ты все понял вон там бочечки пора ковырять уже вонечек давай не проемкуйся у тебя мало времени до конца сегодняшнего дня надо давай-давай 50 скраба не слышно приятно это не надо больше фармить ванечка по фарме команда зайчиков в очередной раз посетила фермеров и на этот раз мы были просто ошеломлены количеством их урожая ведь после победы над империей они продолжили развиваться и довольно успешно скажу я вам о вы видели вы видели сколько там еды а вы вы набрали нормально ребят вот эта плантация серьезная слушайте а может мы с ними пообщаемся они вот не хотят объединиться они по-моему ребята интересны можно с вами пообщаться секундочку можно можно а сколько вас играет нас четверо осталось четверо не хотите к нам присоединиться вот на эту ласточку можно мы согласны офигеть ребят вы психи вы психи что вы построили что вы тут засадили помимо фермеров в команду зайчиков вступили еще и оставшиеся без лидера хранители а также болотные жители которые понимали что без нас они вряд ли смогут выжить мы протягивали руку помощи всем кто в ней нуждался цели зайчиков обретали жизнь нам удавалось объединять людей существовать в мире без насилия но к сожалению такие взгляды не разделяли викинги которые по-прежнему жаждали мести кто-то позвонил им по телефону и доложил что баржи зайчиков направляются в сторону порта даже не дослушав информатора они уже скакали в рыбацкую деревню где в срочном порядке купили лодки и вылетели за нами в погоню 3 3 лодки 3 лодки 4 и лодки и что это такое а это это они ребята уезжай они на нас на нас не не спешки рано спешки рано рано спешки ребят интересная движка пошла они нас пушат они будут там залазить сейчас наоборот спереди с носа блин их очень много их очень много на этот раз все обошлось без потерь с нашей стороны а посмотрите где баржа вы видели где баржа стоит а вот у викингов погибло аж два человека таким образом нам удалось отпугнуть наших злейших врагов по крайне мере так думали мы отважные воины вальгалы даже не думали сдаваться они не боялись смерти и боролись за свои идеалы до конца атака ребята готовьтесь готовьтесь запускайте баржу во первых начинаем оборону атака а а а а а а а а поехали поехали еще хит давлю давлю а 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 михаил играет Стоп, корабль. Вода 210. Тушите его. Вы могли резать. Рубите его, рубите его, хорошо. Я убил его. Я убил, он находится в розыске, мы еще награду получим. Хорошо. Зайчики почти полностью разгромили и уничтожили викингов. Нам даже удалось сохранить большую часть наших товарищей живыми, хоть и с небольшими потерями. На этой эпичной ноте остров начал готовиться ко сну. Все, ребята, всем спасибо за первый день. Дверь закройте. Все, закройте. Да, все успели. За первый день. Покажи. Я айс покажу, как я там сам. Все, Ванька, давай, спокойной ночи. Завтра ждем тебя в 12 по МСК здесь. Блин, чувак, у нас бочки есть. Ты говоришь, хуй нам в бункере делать. Мы позицию займем и сядем в бочку сидеть просто, пока все письмятся. Ты врубаешься, просто пересидим. Проснувшись на утро, все сразу же включились в свои задачи, ведь уже скоро может наступить час икс, и жителям этого острова придется побороться за свою жизнь в бункере. Опа, я зашел. Здравствуйте. Как дела у вас? Что у вас вчера происходило? Много живых осталось? Очень много. Такое повыпало. Много живых и много неживых. Зайчики, доброе утро. Все встаем. Нормально тут сонное царство, конечно. Так, Вонечек спит все еще, я уже его жду. Я уже стою возле него с пистолетом. Жду, когда он сдает в игру. О, Вонечек, доброе утро. Я тебя уже жду, как понимаешь, да? Надо фармить идти. Я тебе молот в инвентарь положил. Кстати, смотри, вот в этом направлении, вон туда, там дорога. Прямо сейчас по этой дороге выдвигайся туда-обратно. И все, домой. Все, Вонечек. Удачи тебе, добрый путь. Утро у викингов задалось не очень. Они и так понесли немалые потери, так к тому же у них произошел несчастный случай. Один из них был не слишком аккуратен, вследствие чего его ошибка стала роковой. Но викинги были сильны духом и все еще не теряли веру в себя и свою победу. Ведь когда-то им уже удалось победить. Так, все, все, еще раз, я встрою. По порядку номеров рассчитайся. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Один. Шестовый. Восьмой, расчет окончен. У многих команд история уже подошла к концу или близилась к нему, а вот отшельники только начинали. Они, наконец-таки, могли более спокойно передвигаться по острову, когда на нем осталось меньше народу. Так как много команд распалось, у них появилась отличная возможность отлавливать заплутавших путников. О, чувак, о, чувак на лошади скочит у нас тут. Голый, 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 голый. Просто лютая погоня на все патроны. Погнали. Молодой человек, остановитесь, у нас огнестрельное оружие. У вас нет шансов сбежать. Стоять, не двигаться. Стоять, не двигаться. Раздевайся. У меня же лошадь его сралась, видел. Так, он ее сдавает. Оружие скидывай, что думаешь, стоишь? Быстрее. На коня к нему садись. Давай быстрее на коня на этого садись. Если с коня слезешь, умрешь, сразу предупреждаю. Если ты что-то возьмешь в руки, тоже сразу умрешь. Так, так, видишь эту клеточку? Вот эту вот. Это сюда, заходи пока. Давай в клетку пока. Все, ожидай здесь. Ванек, а я не понял, у тебя времени? Да, ты мне, да, свободно. Ты еще здесь играешь, стоишь. Дорога не отрезалась, еще ждешь. Чувствуется укус комаром. О, подкова? Это на удачу, это на удачу. Подкова топовая, слышишь? Хуя, да поднимай его, ты что стоишь? Сейчас умрет, раб. Все, выходите, выходите, вы свободны. Вот водичка попить. Так, вот еще я сейчас выдам вам, пожалуйста, ваша одежда. Надевайте скорее. Смотри, какой охути еще будет тип. Вот. Ладно, еще бродю хустим. Это немножко исп... Это банканала. Это банканала. И инструмент. Собственно, задача у вас следующая. Вы ищите дорогу, фарм. Вон, можете луксову, кстати, тоже забрать. Стрелы себе, может, скрафтите. Хули, там тик там ползет, подожди. Ванечка, ты ебанутый? Ты что делаешь? Короче, надо фармить дорогу, чувак. Вот. Если, ну, хорошо себя проверишь, хорошо будешь фармить, мы выдадим тебе револьвер. Все патроны, которые найдешь на дороге, твои. Все, ребят. Ребят, за работу. Я вас верю. Мы с вами сработаемся. Удачи вам. Смотри, Ванек уже стоимость... Стоимость свою отбил, понимаешь? Вот сколько на нее потратили, он уже вернул больше. Никому бы не понравилось находиться в плену, а потому среди любых рабов всегда находились бунтовщики. Таких ребят отшельникам приходилось приструнять. Слушайте, этот, сочелька, это ничего личного. Мы сейчас током тебя немного побьем. Если будешь умирать, скажи, надо раба этот вызвонить. Что-то он охуел. Да, нажимай пультик. Все, все, бежит, бежит, все нормально. Вот, чувак, кнопочку нажал, ресурсы ведут домой. Бинокль раба высматриваешь на горизонте. Вот это геймплей. О, бежит, работяга. Мы уж думали, ты съебался. Да, да, ну на. Держите по жидке. А что, МВК нет, что ли? А, вот, нормально. Нормально, хорош. Блин, нормально, чувак, он 20 МВК принес. Ну, то есть, 18 переплавленного и 8 непереплавленного еще. У нас уже 68 бежит. Ебать, они, они работают так охуенно. Я вообще, я так доволен. Пока ресурсы сами шли к ним в руки, они продумывали план, как им пробраться в бункер. Он должен был быть весьма хитрым и продуманным, ведь вдвоем им точно не получится противостоять целой армии. А, нет, мы же в розовые оденемся, слышишь? А, это точно. А наших мальчиков в зайчиков бахнем. Ха-ха, мальчики в зайчике. Они уплыли, они не уплыли. Так, слушай, как тип одет у них, надо высынуть. Они в зайцах сетах, бля, они все по-разному одеты, чувак, ну я скриню. Просто в розовой куртке, блядь, но они розовые. Вот точно, что могу сказать, они все в розовом, поэтому, в принципе, розовые сеты нам подходят. Отшельники решили переодеться в зайчиков, чтобы слиться с ними. А вот вам я рекомендую приодеться в жизни, как настоящий растер. В моем магазине Расти Клоус есть куча мерча из раст. Футболки, кружки, фигурки, стикеры, постеры, браслеты, господи, да даже комиксы про раст есть. Рекомендую обратить особое внимание на новинки. Кружку с турелькой, два вида фигурок верстаков и колоду карт прямиком из бандитки. А по промокоду Мэджикоу вы получите скидку в 10% на все товары. Бегом переодеваться по ссылке в описании. Постепенно отшельники становились все более зажиточными. На добытые рабами ресурсы они могли позволить себе топовую экипировку и серьезное оружие. Некоторые из их рабов погибали где-то на острове. Кто знает, какая участь их постигала, но всегда им можно было найти замену. У нас полторы тысячи скрапа, это один к пятик полтора, это сто МВК еще. Слушай, ну вот уже на два сета хватает точно. Так, ну я оделся. Я пришел. О, здорово, здорово, иди сюда. Я вот здесь буду жить, да? Ой, это какой-то аксессуар мне хороший надели, да? Это модно. Если хорошо работаем, вместе доберемся до бункера с вами. Если делаю вот так вот, значит надо прибежать к дому. Ха-ха-ха, хорошо. Все, мы сейчас током тебя немного побьем. Если будешь умирать, скажи, надо раба этот вызвонить, что-то он нахуй там. А он походу, а вы его где нашли, кстати? В городе. Все, все, бежит, бежит, все нормально. Держи двери на варлаки, даже подумывали взять своих рабов с собой в бункер. Ха-ха-ха, на последний вент мы вас нормально оденем. Будете крепкие. Ой, а что это за типы? Слышишь, на коне. Вон, смотри. Это один раб наш. Один раб наш, а за ним гонятся, слышишь? За ним гонятся, ну-ка, нахуй, дефать раба. Давай. Мужики, назад! Э, не стрелять мы его, человека, не стрелять мы вас убьем, нахуй. Съебались отсюда. Их много. Чувак, их-то хоть-то. Их много, уходим, 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 уходим. Беги, беги, беги. Беги, беги, беги. Вот это палево, слышишь? Очко играет, жим-жим. Да-да-да, нормальный там отряд. Нет, ну, слушай, мы там раба затефали, хорошо. Мужики, заканчивайте, б***ь, хуйку. У нас огнестрельное оружие. Не трогаем его раба, слышишь? Блин, пушка говна. Дверь, 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 дверь. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Меня вообще не пробили, слышишь? Да, вообще пухой. Парни, кто вы тут? Кто живет в этом даме? Пацаны, мы здесь живем, чё доебались? Чё вы раба нашего кошмарите? Мы никого не кошмарили. Ну, я видел, видел, раба, мы его гнали, стреляли в него из лука. Чё-то страшно стало, слышишь? Ну, немножечко напряг, напряг был. К этому времени в рядом находившуюся рыбачку подплыли зайчики, которые услышали прозвучавшие выстрелы. В свою очередь, викинги, напавшие на отшельников, подумали, что это подмога и решили отступить. Всё, они съебались. Они съебались, но есть предположение, что они так просто это не оставят. Это было нападение, нападение на нас. Братья мужики, они могут вернуться. Ой, ебать, их очень много. Где, где, где они, блядь? На 150 рядом с рыбачкой, 6 человек. В каких сетах? Цвета сетов. Ой, там, блядь, вообще хуй помесеты. Синие штаны, блядь, пончо. Я запускаю дроны на... Артур, блядь. Рядом с этим местом пробегал неизвестный странник, который, судя по таблице розыска, был не самым добропорядочным человеком. Ну, опять же, я в розовом, я могу себе позволить рядом с ними пробежать, спросить, как у них настрой. Привет, привет. Артур там? Артур там? Я его потерял. Да-да-да-да-да. А где он? Он, посмотри, он на барже нашей? Да я не знаю, где он. Я убиваю, да? Я убиваю. О, убили зайца, походу. Зайцев, зайцев убивают. Один заяц, другого бьет. Этот парень знал, что у зайчиков есть свои костюмы, и решил переодеться в него, чтобы внезапно напасть и абсолютно бесцельно убить одного из зайцев. Они убегают или бьет? Смотря как сказать. Вот, вот, вот. Это ты, Сглока? Да-да-да. Не, не по мне, там за склой, за склой, за склой тело. Бегут лошади, сейчас зайцы все подтянутся. Приехала лошадь. Я наблюдаю за лютым замесом, понял? Я летаю на дроне. Вот туда, вот вперед бежит. Вот-вот-вот, тут тело, внизу где-то было. Блядь, они все здесь. Я умер. А квадрат? К квадрат, скажите. Убили, они убили его. Смотри, да-да. Зеленого какого-то шныря. Э-э, не надо по мне стрелять. И вон, смотри, побежал там еще тип. А это его друг был. С начала эксперимента погибло уже очень много людей. Кто-то отдал свою жизнь ради спасения товарищей, другие из-за идеала и ценности, а были и те, кто умирал бесцельно и незаслуженно. Общество зайчиков не было исключением. Мы понесли огромные потери. Примкнувшие к нам хранители помогли организовать совместные похороны всех павших товарищей. Друзья, сегодня мы собрались, чтобы проводить последний путь наших павших товарищей. Они были настоящими героями, чья отвага и самоотверженность продолжают вдохновлять нас. Память о них будет навсегда жить в наших сердцах. Пусть их подвиг станет нашим путеводным огнем. Пусть наша дружба окрепнет и станет несокрушимой опорой. Спасибо им за все. Мы будем помнить их навсегда. Поклонимся памяти наших героев. Мы были зайцами добра, Но встали на тропинку зла, И все произошло из-за Артура. Он смело вел всех зайцев в бой, Стояли мы за семью горой, За всех убитых скажем Аллилуйя! Аллилуйя! Парни, мы вас никогда не забудем. Ванек, ты был мне как брат. Я заберу Гришу обратно. К сожалению, мёртвых уже не вернуть, а живым нужно было двигаться дальше. Популяция острова стремительно сокращалась, и это могло означать лишь одно – в скором времени может начаться апокалипсис. Как вы уже знаете, в бункере есть всего 10 мест, а зайчиков было явно больше. Поэтому наше общество решило разделиться на две группы. Первая – это те, кто хотят выжить любой ценой и не готовы к насилию. И вторая – с добровольцами, которые готовы биться до последней капли крови и, если понадобится, даже пожертвовать своими жизнями ради товарищей. Мы поделились в НПЦ-городе, и мирные жители отдали добровольцам лучшую броню и оружие. Ко второй группе присоединился и я. У отшельников сменилась уже куча рабов, но лишь самый первый и верный раб Ванечка оставался с ними до конца, чем заслужил большее доверие и уважение у его хозяев. Подожди, Ванька, это ты пришел, да, Вить? Да, да. А где второй, чувак? Где тот тиммейт? А вот это я не знаю. Я его уже очень давно не видел. Я один. Он писал, что его продали, ну, когда он уже с нами был. Ну, я тебе так скажу, Ванечка, лучше тебя пока никто не фармит. Спасибо, приятно. Мы поставим свечку в его память. Блин, потеряли рабов. Ой, смотри, осталось же. Ой, это сообщает о том, что кто-то умер, да? Погоди, реально. Блин, ладно, добывай его череп сюда. Поехали, надо сделать могилу. Хоть это и были всего лишь рабы, но наши герои не были бессердечны, а потому хранили их как положено. А что за, блядь, рисунок странный сверху? Что? Что? Почему? Я хочу оставить это без комментариев. Просто я, блядь, хотел ангелочка нарисовать. Отшельники простились со своими помощниками, но, к сожалению, не всем удавалось отпустить прошлое. Викинги никак не могли забыть произошедшее. Месть и обида все так же закипали в их сердцах. Однажды на острове они заметили одну из боржзайщиков, припаркованную на берегу. Ни секунды не размышляя, они выдвинулись в атаку. Все ближе и ближе был решающий час. Час, когда лишь 10 избранных наконец обретут безопасность и покой. А потому все постепенно готовились. У нас патронов как-то мало. Ну да, мало на самом деле. Но будем бобовками кидаться, норм. Да нам там под собой патроны не нужны. Нам хилки больше нужны. Сейчас 61, минус 5. То есть 7 человек должно умереть до финала. И где-то сейчас будет щенок. У нас щенок нахуй. Не, я не пойду. У нас возле дома щенок. Братан, я не пойду. Да пойдем включим его, пойдем включим. Не, давай вот так, смотри. Не, чувак. Да, ты чекай, ты чекай. Ты, чувак, ты меня с воздуха прикрываешь. Я пошел. Я пошел. Спецмиссия. Давай, дроном чекай. Он на запрыжке, слышь? Не, вот тут кони этот. Давай с бобом договоримся и вместе с ним отыграем. Давай, давай. Иди договорись с ним. Я иду на приговор. Я иду на приговор. Это боб. Это точно он. Че, все чисто по горизонту? Никто не идет? Да, никто не идет. Скажи ему. Таймер, 13 минут, 13 минут, таймер. Давай вместе отыграем здесь эту ситуацию игровую. Там типы какие-то. Давайте, я соло. У нас дрон летает. У нас есть инфа с воздуха. Попилим содержимое. Да, да, давайте по пришли. Это этого типа чела. Все, домой. Домой, 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 заходи. Не, боб, у нас отмены их много слишком, сорян. Домой, фастом, фастом домой. Бегом домой. Бегу, бегу, да я бегу. Они близко? Они под хг от рыбачки. Давай, 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 быстренько, быстренько. Бегу, бегу, бегу. Вправо, вправо, вправо. Бегу, блядь. Много, много. Все, Тема, забудьте, забудьте. Я летаю просто на дроне, смотри демку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лошади с двойными седлами. Это не наша война. Я не пойду из дома. Мне кажется, надо Ванька отправить будет лутать. Ванек, Ванька сейчас там перехватит. Еще, там зайцы бегут. Все, зайцы здесь. Все, 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 я сбрасываю, я сбрасываю. Я уже, я в окно увидел. Их всего трое, а этих много. Нет, чуваки, у вас там, я как и сказал, вот эти ваши большие игры нас не интересуют. Скажи, что мы с дрона снимаем просто, а мы камеры. Мы просто, мы просто снимаем. Отшельники изрядно испугались при виде викингов и решили от греха подальше просто понаблюдать за происходящим. На горизонте появились зайчики, которые тоже хотели залутать огнестрел перед бункером. О, бегут, бегут, пиздка, сейчас будет, пиздка будет. Крепкая, крепкая пиздка. Попадает, хорошо попадает. Розовый, хорошо попадает. Как, чувак, дрон, это топ-тема. Как хорошо, что я его не переработал. Сидишь дома, но как бы ты там тоже. Ты посмотри, ты посмотри, ты посмотри. Толпа, толпа. Ну, блин, надо занять позиции, я считаю. Они могут спуститься туда вниз, а, ну, их, то есть, сверху будут держать. Блин, ну, это вкуснятина, Артем. Блин, это да, это, это. Это вкуснятина, понимаешь? Это тоже, что надо. Блин, дрон, как ты прикрепил, я нашел дрон, я нашел эту компьютерную станцию, блядь. Да, они решили не воевать. Смотри, типы заняли, да, типы уже заняли, прям вверх. То есть, все, они это лутают. Генерал Драга. Смотри, Артур. И Артур стоит. Это мело, это мело. Ну, ладно, тут уже все понятно. Мы с бывшим лидером деревни, генералом Драга, забрали этот щенок себе и слутали с него немало полезного оружия и снаряжения. Пока наша команда занималась лутанием, викинги выследили одинокую баржу зайчиков. Она была припаркована в рыбачке на другом краю карты. Ее охранял лишь один капитан, и наши враги решили воспользоваться этим моментом и напасть на незащищенное судно. Парни, 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 это фото для оружия. Они баржу окружили полностью. Море. Чего за прикол, типа, с репулации жирного? Ее, очень много. Их очень много. Он внутри? Быстрее. Да-да, он внутри. Там, где, блядь. Куда сочетку бросать? Это диганная. Диганная, где еще диганная? Слушай, чип тропзовый внутри, там чип тропзовый внутри. Плывет. Бахати быстрее, бахати быстрее. Вообще, поплывет к магикалу. Нет, типы-то там внутри, нахрен нам тут. Там, блядь, там дверь деревянная с одной стороны. А где они тебя разорвали? Попробуй. Сверху себе разорвали. Где, можешь пытаться, и все. Я, я, я. Перфоратор ушел из жизни как настоящий капитан, вместе со своим судном. В это время отшельники уже успели тщательно продумать свой план, который должен был гарантировать им успех. Ванька, ты здесь? Быстрее, давай сюда выходи. В бункер, блядь. Скоро уже, 30 минут осталось. Давай, иди сюда. Не думал, что это случится. Не думал, что это случится. Но вариантов других я не вижу. Да, прости. Но нам придется снять с тебя ошейник. И ты получаешь МВК-маску. Ну, Ванька, я тебя обманывать не буду. План у нас серьезный. План у нас серьезный. Не хочу тебя обнадеживать, но... Но ты, скорее всего, уходишь в расход. Да, но мы тебя в расход, скорее всего, пустим. Мы тебя в свой план не можем посвящать и взять тебя не можем. Никак. Хотя, погоди, можем. А, не можем. А вдруг... Не можем, не можем. Не-не-не, там все рассчитано. Ну, вообще, погоди, там есть место. Там есть место для него. Не-не-не, смотри, смотри. Там есть место для него. Там есть для него место. Бери, Ванек, вот эту хуйню. Могли это обсудить пораньше, папа. Нет-нет-нет, сними быстро. И никогда не надевай это. Никогда не надевай, пока тебе не скажут. Пока тебе не скажут. Смотри, Ванек, Ванек. Но при этом, но при этом, смотри, если вдруг, если вдруг такая будет ситуация, что входы будут держать... Да, да. То тебе нужно пожертвовать собой И для этого у тебя будет вот эта тема Ты должен будешь побежать в толпу И взорваться вместе с ней Да мы залезем туда втроем, я тебе говорю Если все будет идеально, то вообще без проблем Так, время 20 минут осталось Все нормально, Ванька Все, собрались, давайте без паники Перед самым бункером команда коммунистов Тоже решили почтить память своих товарищей И похоронить их рядом с домом Который в скором времени им придется покинуть Сегодня мы потеряли еще троих наших сокомайнников Таким образом нас осталось двое Да Почтим же памятью наших падших товарищей Казимир был отличным переговорщиком Гриб был отличным человеком Кузьма был хорошим фермером Но он пал в бою Значит такова его судьба Никто не забыт, ничто не забыто Напоим же чаем целителем наших падших товарищей Они полностью опустошили свою ферму Сделав десятки лучших чаев На которые они возлагали огромные надежды Викинги, в свою очередь Понимая, что не смогут противостоять В честной схватке с зайчиками Решили действовать точно так же Как и отшельники А именно переодеться в розовые костюмы Избить врага с толку Вот и настал ключевой момент нашей истории Час, когда все решится Все жители острова получили уведомление о том Что бункер откроется через 30 минут Это означало, что нужно было в спешке Выдвигаться в его сторону Чтобы занять лучшие позиции Первыми среагировали зайцы Все ко входу в бункер Все, садимся, поехали Двери закрываем Двери закрываем? Все, поехали за нами Двери закрываем Все, Ванек, давай Двигай за нами Мы двигаемся спокойно Если видишь розовые сеты Веди себя непринужденно То есть они как будто Как будто мы в их команде Мы бессмертные Забейно У нас никто не убьет Это просто бред Только толпа лучников У нас супер сет Слышь, что-то вообще никого нет А что-то тишина пиздец Это топ Это топ, чувак Если мы сейчас зайдем сюда первыми Все, мы выиграли Мы с Ваньком заходим первым Ты закрываешь нас Все так, все так Блин, ну пожалуйста Открывайся Шляпа сраная Им казалось странным Что они прибыли первыми Ведь нельзя было сказать Что их дом находился Очень близко к бункеру Все, хорошо Мы давай тут Где-то закрепимся тогда Садись, садись, садись быстрее Ванильчик, убегаем Убегаем влево Влево, влево, влево В этот раз у бункера было несколько входов И в один из них зайчики зашли первыми Открылись Вперед, вперед Бегом, бегом, бегом Заходите Все, мы прошли Мы забежали в предпоследнее помещение Где заняли удобные места И приготовились к обороне Ага, залазим на вышки Вот здесь бункер Проходим к бункеру Вход в главный отсек на 10 человек Был все еще закрыт А активируется он за 5 минут до катастрофы Один напротив заложил Ты видишь где? Да, да, да Так, я могу сказать Когда надо будет взрывать Я прямо сижу над этим выходом Еще одна сишка у меня осталась Про потом Следом за зайцами В бункер полезли и отшельники Все открыто Все открыто Открыто, прыгаем В ходу, в ходу Прыгаем, прыгаем, прыгаем Быстрее Блять Давай, давай Давай, ты первый Все правильно Быстро, быстро, быстро Быстрее, пожалуйста Я бегу, я бегу как могу Вообще, игнорируем всех Мы игнорируем всех Вообще Все стычки Если кого-то встречает Нам по... Мы бежим, как ебутые Куда бежать? Правильно, прямо Прямо, давай Сюда Тут типы уже внутри Пять, они заняли Они заняли Давай, давай Мы вообще не там вышли Обходи с другой стороны С другой стороны С другой стороны Свои, да Они здесь Они здесь Все, иди сюда Иди ко мне Я тебе говорил, где мы сядем Я тебе говорил, где мы сядем Все, они больше никого не пускают Они держат все входы К этому моменту Викинги уже успели Зайти с другого входа О котором почти никто не знал У них был такой же план Как и у Отшельников Викинги, как и Отшельники Не смогли быстро прорваться Вглубь бункера Потому решили действовать Более аккуратно Но не менее агрессивно Нам нужно сразу залезать Вглубь бункер Когда он откроется Ты имеешь ввиду? Только толпой не забегайте Они могут фишку Ее зануть Толпой отлезать Все, они больше никого не пускают Они держат все входы Я тебе говорил, где мы сядем Я тебе говорил, где мы сядем Я тебе говорил, где мы сядем Вот так вот Держи двери на верлаке Понимали, что все может пойти Не по плану И на этот случай У них был запасной вариант Бля, хуйня полная Хуйня полная, чувак Не, не, хуйня Вы бочка в бочке, пацаны Хуйня Бля, я не был в рот Сука Такой тильт, бля Идеальный план Гениальный план Нам заруинили У нас идеально было все, да Мы были бы первые Теперь нас туда тупо не пустят Ну дерьмо Мы с Киви полном Не, давай, давай, банька Придется тебя в расход пустить Я думаю, не, чувак Надо это делать Не, 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 не Стой, 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 стой Они сами черные пойдут пушить Начнется пиздка И мы побежим туда Викинги, в свою очередь Так и хотели поступить А поэтому по отсчету Они начали действовать Раз Два Побежали Туда Туда Это вот Это не суета Это не суета Это не суета Забудь Забудь Второй выход вышли Много убили, много убили Красавцы, ребята, работаем, братья Это я, я, я упал Первый заложить Заложить первый Давай Заложи, заложи Заложил первый Я схожу, когда банк Умирают, умирают, умирают Умирают прямо сейчас Стой, стой Пожалуйста Просто, просто немножко еще подожди Стой На сто Они заходят, они заходят идеально Ладно, пойдем Ну, я тебе говорю Это рано Сейчас, сейчас, ну мы зачекаем Зачекаем Вау, этот вход держит Этот вход держит Не, не, туда не надо Там они, они оттуда идут, бро Ну это ху** Да, 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 да Не, не, они вход здесь держат Они розовые Мы можем через них прям пройти Они прям близко, смотри Розовые Ну это риск нам Это риск Мы можем прям через них Мы же в сетах таких же Хоть ты будешь? Бля, я не знаю Ванька, иди подбеги Ванька, иди подбеги Как будто ты их тиммейт Иди, иди, попробуй Давай, Вань Как будто ты их тиммейт Ванечка какой-то Здравствуйте, ребята Парни, парни, парни Стой, стой, стой Нет Ты выдал Ты выдаешь нас Парни, парни, стой, стой Да, да, да А, Артём Здорово, парни Парни, парни Ну мы там нереально Затупить нахуй Там их миллион просто Да, выпучивай Парни, полетели вместе Ну, нам нужно просто Одним стаком зайти Иначе не получится Либо мы все заходим Либо, ну, быть неполно Мы пытались Ну чё, а у вас джаггера нету, что ли? Нету Мы залетели все И потеряли этот троих А кто внутри? А кто внутри? Они заходят Они пушат Пушат Команды, которые находились в меньшинстве И не в самом выгодном положении Приняли разумное решение Объединиться Их симбиоз будет называться Уцелевшие И чё делать думаете? И чё, они там все Вы все входы зачекали? Они всё держат? Да, да Ты там, понимаешь 30 человек сидит 30 Ебал в рот на Дерьмо Ну чё, если 25 человек Там брали Бегали Бегали А кто с ним был? Угадай Мои Хоть ребята и объединились в уцелевших Но удержи двери на верлаке Был свой план Один из зайчиков решил пойти на отважный Рискованный шаг Он заметил, что их враги одеты так же, как и они Парни, я буду делать грязь Я выйду через первый выход Буду делать конкретную грязь Не убейте меня Я через первый выход вышел Реалсуем решил переиграть их при помощи их же тактики И побежал внедряться в команду врага Парни, я вписался Парни, они меня не убивают Они думают, что я свой Я грязь сделаю Тут никого нету Я у них в спине Они знают Они думают, что я свой Парни, на первый выход втроем идут Я вместе с ними Принимаем нашего, не убиваем В любой момент зайчика могли рассекретить Поэтому долго он ждать не мог Убивайте, парни, выходите, убивайте Меня убили, меня убили Да есть, да есть, да есть, да есть Все, все, доедай Все, всех убили Всех убили, отлично Патроны должны пали Просто Артема утили Просто это идеальный план был Прощай, Артемка Они не догадывались, что Артем из Отшельников сумел уцелеть Да, я не знаю, кто это Куда тоже убили Там какие-то типы зашли Там какие-то еще типы зашли Так, я сейчас покажу вам, сволочь, ныря Все, все на мне, нахуй Все на мне А в это время к нему в спину заходила еще одна неизвестная команда Которая могла просто-напросто зажать его в угол Пацаны, кто спускается? Ответьте Там ситуация пива Договоримся? Ты кто? Ты кто? Я на Верлаке А ты кто? А мы в своей деревне О, братан! Мы в своей деревне, бро А, вы деревня? Деревня сюда! Я лидер деревни Я лидер деревни Мужики, а вы что там? В это было невозможно поверить Но деревня, в которой раньше жил на Верлаке Смогла реабилитироваться И к тому же Они были очень заряжены И настроены на победу Ребята, ебать, здорово Нихуя вы сильны Еее Здорово Пацаны Погнали Погнали Подожди Вперед! Давайте, давайте Я вам покажу Я вам покажу Смотрите Джагеры вперед Ха-ха-ха-ха Видно, блин Чувак, чуть-чуть не дожил Ситуация перевернулась Вот они, нахуй Это моя деревня Я так рад вас видеть На всех Знакомые лица Чуваки Парни, пришли Черные Черные пришли Пацаны, объединяйтесь? Объединяемся? Все, окей, окей Объединяемся Вот эти нормальные типы Там слишком много внутри Нам нужны войска Зайчики даже не подозревали О количестве своих врагов А потому явно не были готовы К такому противостоянию Убить их Давайте, парни Ой, блин Человек 10 Зайдите внутрь Первый вход Человек 10 Все отошли Все отошли Все отошли Я молотова вам подорву Ушли Очередь Все, все линии быстрые Так, вижу Подожди Парни 10 человек заходят Зашли 10 человек Первый вход В очередь Вставайте В очередь Уйди, уйди Уйди Сиху Кинули Сиху 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 Прорваться было очень тяжело Каждый проход контролировало по несколько зайцев И для того, чтобы попасть внутрь Кто-то точно должен был отдать свою жизнь Они не пройдут Они просто не пройдут Держим вход Третьий выход Третий выход Все Неверлаки понимал, что даже со своей деревней и викингами Их шансы были не так уж велики А потому решил отправить всех уцелевших ломиться в один вход Его план заключался в том, что пока их орда переманит внимание на себя Он незаметно просказнет через другой вход и сольется с толпой зайцев Там наша деревня с другой стороны пытается заходить Я думаю, вам надо оказать содействие с другой стороны Понял, понял Бросил Вперед Все, все бункер побежали Да, 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 я как будто свой Я как будто свой, смотрите, я зашел Я поймал даймель Там трупов дохрена Я тоже снимался Подарку Бл**ь, проводки горят нам Жуть какая Я чуть не взорвался Зайн клиент Все в бункер Все в бункер Все в бункер заходим Все в бункер Да слуни Дети бля Дети Да Я накину слепителя Накину слепу Полетели Нет В АТАКУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ large Артёму почти получилось провернуть задуманное, но внимательные зайцы учуяли чужого и захотели расправиться с ним. Сука, дети, блядь! Сука, дети! Рэндэни наши, рэндэни наши, рэндэни наши, рэндэни наши, рэндэни наши! Нафиг! Сука! Я убил. Так прервалась история отшельников. Напоследок, Неверлаки забрал с собой на тот свет солиста музыкальной группы зайчиков по имени Чел ТВ. Эх, жаль, конечно, этого добряка. Но, несмотря на это, кто выйдет победителем, было ещё не ясно. Хоть уцелевших было по-прежнему меньше, но они загнали зайца в бункер, где они были как сардины в банке. Достаточно всего одной, правильно кинутой С4, чтобы уничтожить большую часть зайчиков. Дверь, дверь, кроем дверь! Дверь, кроем, блядь! Алёши, нафиг! Кидай Сишку внутрь, кидай, кидай! Лучший, блядь! Ебашь, нафиг! Давай, взрывай! Пахай её, нафиг, туда, блядь! Не попало в нас. Слишком не попало в нас. Слишком не попало. Попало в меня. Я умер. Я взорвал кого-то. На, блядь! Сачель! Сачель потушил, потушил, потушил! Забрал! Кидаю! Кину внутрь! Стоп, не кидаем Сачель, остановились. Я умер нафиг. Пилота класса, парни! Пилота класса, парни! А сишка, сишка не брокнула. А назад не закидываем, что? Уцелевшие очень сильно давили зайцев. Они явно взяли ситуацию под свой контроль. И всё, что им оставалось сделать, это добить загнанных врагов. Но неожиданно для всех со спины начала подкрадываться ещё одна команда. Это же северяне! Их было всего трое. Но они несли веру в победу этой команды до самого конца. Самыми последними в бункер бежали коммунисты. Они рассчитывали ворваться в битву под самый конец, когда на поле боя останется наименьшее количество противников и добить их под действием их целебных чаёв. Две этих команды могли спокойно перевернуть уже предрешённый исход этого противостояния. Подожди. Давай, 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 давай. Уходи! Раз, два, три! Городи! Будьте приходят, будьте приходят, приходят, приходят. Спой, спой! Пока одна половина уцелевших пыталась пробраться в бункер и уничтожить зайцев, другая отбивалась от северян. Делясь на два фланга, было крайне трудно контролировать ситуацию. Заходит, заходит. Держать оборону! До последнего держаться, блядь! Вот они, вот они, здесь, весь мясо. Дальше секунд. Давай, пошли, 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 меняют без остановки. Десять секунд. Иди, иди, иди в джимен. Ты же млёк снаружи просто не зайдёшь. Я не успел. Я не успел. Ребят, аху... Един, босс. Какой-то был забран. Нарабуй! В итоге уцаревшим удалось отбить нападение со спины и уничтожить северян с коммунистами. Но это сильно сказалось на их численности. Исход был уже близок. Они приготовились к последней схватке. Молодец, 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 молодец. Ой, их много, их много. Может реально, может реально заехать, что-то выбежит просто их. Давайте, джаггеры, подождите, отхильтись все, сейчас джаггеры выйдут первые. Да, нахуй. Всё, у меня пайп сломался. Ой-ой-ой, а что случилось? Ой, ещё что случилось? Ебать! Выходите, выходите. Зайчики победили. Но осталось решить один вопрос. Задолго до похода в бункер мы поделились на две группы. Тех, кто любой ценой хочет выжить, и добровольцев. Собственно, настало время принять свою судьбу и пожертвовать жизнью ради товарищей. Мужики, вы красавчики. Вы готовы были пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы эти люди попали в безопасность и выжили. Вы большие молодцы, ребят. Вы легенды, благодарим вас. Большое тебе тоже уважение. Спасибо, что помог нам. Ты в нашем сердце. Всё, снимаем маски, ребят, убивайте нас. Но этого было мало. Зайцев оказалось чуть больше, чем планировалось, а именно 15. И чтобы не погибли все, единственным вариантом было устроить кровавую битву за место в бункере. Когда-то я хотел достичь мира во всём мире, но цена собственной жизни часто бывает весомее чужой. Так что те, кто раньше стояли плечом к плечу, приготовились к финальной битве. Битве, где нужно будет пролить кровь своих друзей. Хочу отдать должное самому хитрому и верному своим идеалам зайцу Low Quality Human. Он дошёл до самого конца и сохранил камуфляж бочки. Переодевшись в него, ему удалось не участвовать в жестоком братском кровопролитии. И также это спасло ему жизнь. Победители принялись праздновать своё выживание. Чтобы добраться сюда, они прошли весьма непростой путь. Благо, теперь они в безопасности. И у них есть достаточно продовольствия, чтобы переждать здесь последствия катастрофы. Что ж, так закончился наш второй эксперимент. И в первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что досмотрели до конца. Мы проделали просто сумасшедший объём работы при создании этого проекта. А если конкретно, то на него ушло более тысячи часов. Я очень надеюсь, что вы получили приятные впечатления от просмотра и эти усилия того стоили. И если это так, то обязательно делись этим видео со своими друзьями, тиммейтами, ставь лайк там, комментарий пиши, конечно, и не забудь подписаться. А тыкнуть на колокольчик это вообще обязательно. Ведь создание таких видео требует очень много времени, и ты явно не хочешь пропустить следующий ролик. Хочется сказать отдельное спасибо каждому, кто прямо или косвенно принимал участие в создании этого видео. Ребята, вы большие молодцы, и без вас это было бы невозможно. Отдельный респект хотелось бы выразить моему монтажёру и пролётчикам, которые вложили сотни часов в этот ролик. Если хотите, можете поддержать парней денюжкой, ссылка им на донат в описании. На этом у меня всё. Обязательно загляните в описание, там очень много полезных ссылок. А я пошёл. До встречи через полгода. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»